Иностранные мемуаристы о Тургеневе Людвиг Пич из воспоминаний Анненков назвал Людвига Пича 1824-1911 годы немецкого литератора и художника благородным идеалистом, делавшим задачей своей жизни распространение произведений Тургенева в своем отечестве. Анненков, страница 379. Пич впервые познакомился с Тургеневым в 1847 году, а не в 46-м, как утверждает мемуарист. Встретившись затем лишь через 16 лет в Париже, они стали большими друзьями. Пич вскоре после этой встречи рассказывал Теодору Шторму о своем отношении к Тургеневу. Он мне душевно близок. Столько импозантной величавости в сочетании с такой глубиной и утонченностью духовной жизни, столько нежности и привлекательности в сочетании с такой силой, такой восприимчивостью и чуткостью, я едва ли когда-нибудь еще встречал, и к тому же такое верное, горячее сердце друга. Литературное наследство, том 76, страница 583. Артистизм Тургенева, сама атмосфера искусства, в которой жил русский писатель, влекли к нему Людвига Пича. С 1863 по 1870 год Пич каждое лето приезжал в Баден-Баден. Он часто выступал как редактор немецких переводов произведений Тургенева, просматривая их в корректурах. Людвигу Пичу Тургенев обязан своим знакомством с немецкими поэтами, писателями, критиками, художниками Теодором Штормом, Юлианом Шмидтом, Менцелем и другими. Пич выступал с рецензиями на немецкие издания произведений Тургенева, публиковал очерки об аденской жизни писателя, о музыкальных утренниках и вечерах в салоне Виардо. В 1878 году вышла в свет биография Тургенева на немецком языке, написанная Людвигом Пичем. Впервые опубликована в 1883 году, печатается по изданию «Иностранная критика о Тургеневе. Санкт-Петербург. 1908 год». Для настоящего издания русский текст отредактирован Николаем Буниным. Глава первая «Я рассказывал уже читателям Шлезеша Цайтунг в фильетоне под заглавием «Майские дни в Париже», каким я его тогда нашел — великий, красивый и добрый. Так определил Тургенева один из парижских писателей. Таким он был как человек и как автор. Таковы же были его ум, сердце и наружность. Таким он был, когда я в последний раз был у него в Париже в доме номер 50 на улице Дуэ. Когда красивая могучая рука его жала мою руку, и он в последний раз обратил ко мне на прощание свое величавое лицо, окаймленное бородой и длинными велоснежными волосами, с милой грустной улыбкой в серо-карих глазах поэта. Таким же видел я его, когда в первый раз встретился с ним в незабвенный для меня ноябрьский вечер 1846 года в Берлине, на лестнице старой газетной читальни Юлиуса, на углу улиц Обервальдштрассе и Егерштрассе. Питч встретился с Тургеневым в июле 1863 года. Спускаясь по лестнице, я остановился, как бы очарованный видом могучей фигуры и лица молодого иностранца, закутанного в шубу и подымавшегося мне навстречу. Никогда я не испытывал подобного впечатления от одной наружности человека, никогда мое чувство не подсказывало мне так непосредственно и инстинктивно «это необыкновенный человек». Мог ли я тогда предвидеть, какое сильное влияние будет иметь этот человек несколько лет спустя на вторую половину моей жизни? Тогда его волосы, посидевшие после 1868 года, были еще темно-русыми, и вместо бороды только короткие русы и усы затеняли его верхнюю губу. Головой и ростом он напоминал нам Петра Великого в молодости, хотя он и не имел ничего общего с полудикой и необузданной натурой великого преобразователя России. Эти массивные голова и тело вмещали в себе утонченный ум, добрую и мягкую гуманную душу. Это был человек, не сделавший никому ни малейшего вреда, кроме разве животных, убитых им на охоте, так как он всю свою жизнь был страстным и неутомимым охотником. Через несколько дней после этой первой встречи меня представил один мой приятель, который шесть лет тому назад близко познакомился с Тургеневым. Это произошло в известной пивной Шейбле на углу Французешер и Маркграферштрассе, которую в то время посещали все выдающиеся представители наук и искусств. Мой знакомый много рассказывал мне о молодом талантливом русском Иване Тургеневе, которого он, к немалому его удивлению, за два дня до того снова встретил в Берлине. Незадолго до полуночи в пивную вошел тот иностранец, которого я встретил на лестнице читальни, и наш общий знакомый представил нам его как коллежского асессора Ивана Тургенева из Санкт-Петербурга. Он не только свободно говорил по-немецки, но и обладал редко встречающейся меткостью, полнотою и ясностью выражений. Как это бывает в богатых русских домах, ему пришлось еще в детстве изучить параллельно с его родным языком французский, немецкий и английский языки. Вскоре я мог убедиться, что первое впечатление, произведенное им на меня, меня не обмануло. Русский гость с первого же вечера стал центром нашего кружка. Все его слушали с благоговением, как очарованные. Ни у кого, кроме Тургенева, мы не встречали такой утонченности чувств, такого оригинального умения все видеть, и подобного искусства, все виденное и пережитое, представить слушателю вполне наглядно, с живостью и меткой определенностью, со всеми подробностями и со всей привлекательностью и очарованием поэтического изображения при всей сжатости рассказа. Самые талантливые поэты и художники, члены этого кружка, как все идеалисты того времени, склонные к умозрительности, не обладали таким врожденным пониманием природы и умением схватывать действительность, что, впрочем, вполне объясняется абстрактностью нашего воспитания. Тем сильнее и новее было впечатление от беседы Тургенева. Причины, побудившие Тургенева в ноябре 1846 года опять приехать в Берлин, задержали его к немалому нашему удовольствию до июня месяца следующего года. Как Гёте Веймаре во время его юности и Тургенев мог сказать про себя «из дальних странствий я заброшен судьбою и прикован здесь дружбою». Это была дружба с гениальной драматической певицей Полиной Виардо Гарсия, которая не имела достойных ее соперниц на оперной сцене и была во многих отношениях замечательной женщиной, а также и с ее мужем, французом-искусствоведом, критиком Луи Виардо. Артистка перед этим вернулась из России, где в обеих столицах возбудила доходивший до пароксизма энтузиазм, легко воспламеняющийся и страстно любящий музыку русской публики. На обратном пути из Петербурга в Париж в сентябре 1846 года артистка в продолжении трех месяцев участвовала в гастролях итальянской оперы в Берлине, а с 1 января 1847 года вступила на пять месяцев слишком в Берлинскую королевскую оперу. Этому обстоятельству мы и обязаны приездом Тургенева в Берлин и долгим его пребыванием там вместе с семьей, с которой он сблизился. Счастливое и незабвенное для нас время, проведенное с ним и знаменитой артисткой в течение зимних и весенних месяцев этого года, удивительнее всего, что Тургенев против обыкновения всех литераторов ни одним словом не обмолвился тогда о том, что в его отечестве он уже был известен как выдающийся писатель. Очень часто под впечатлением его художественного рассказа и всего его существа я говорил ему «Вы истинный поэт, вы великий, единственный в мире рассказчик. Как вы говорите, так вы должны бы и писать. Тогда ваш народ и весь свет узнают вас и будут удивляться вам». Улыбаясь, он отклонял эти похвалы и уверял, о лицемер, что в нем нет ничего поэтического. Наши познания о тогдашней русской литературе были очень незначительны, и так как он сам нам ничего о себе не сообщал, то мы и не знали ни об его рассказе в стихах Параша, ни об его очерках и рассказах из русской жизни, уже тогда написанных и помещенных им в русских периодических изданиях. Даже и впоследствии, когда он был уже на высоте своей славы, он никогда не гордился своими произведениями и ничем не содействовал возвеличению и блеску своего имени иначе как своими творениями. Глубокая тоска, уживавшаяся с великолепным юмором и любовью к природе, уже тогда, в дни его юности и силы, проглядывала в его произведениях и придавала им своеобразный колорит. Через шестнадцать лет после нашего последнего свидания я снова встретился с Тургеневым в доме Виардо в Париже. В первый раз тогда я увидел столицу цивилизации и вступил в дом знаменитой артистки. Питч и Полина Виардо были давние друзья. «Ты знаешь, как я опасался, что не застану Виардо», — писал Питч своему другу Шторму 14 июня, нового стиля, 1853 года. Когда я в первый же день шел к ее дому на улице Дуэ, у меня прямо-таки сжималось сердце. «Но она была еще здесь, и мне редко случалось испытывать такое полное и безраздельное счастье, как в ту минуту, когда она, получив мою визитную карточку, в буквальном смысле слова, бросилась мне на шею». Литературное наследство, том 76, страница 579. Рассказ Питча о встрече с Тургеневым в этом же письме почти дословно совпадает с текстом воспоминаний. Совершенно неожиданно и к большому моему удовольствию я увидел там знакомую фигуру поэта, столь же величественную и красивую, как некогда в Берлине. Только белизна волос и бороды доказывала, что он постарел. Во всех остальных отношениях он ничуть не изменился и сохранил те же убеждения и симпатии. Связь, возникшая между нами в юности, вновь была скреплена прочно и надолго. К сожалению, мне удалось только несколько дней наслаждаться счастьем нашего свидания в Париже. Виардо со всей своей семьей решился уже оставить столицу, пока она будет служить местопребыванием преступника 2 декабря, Наполеона 3. И Тургенев, конечно, не пожелал остаться один, без друзей в Париже, где он жил уже несколько лет. После прощального представления, которое мадам Виардо дала в театре, она играла чуть ли не в сотый раз в Орфее Глюка, при бесконечных аплодисментах, все они уехали из Парижа, чтобы поселиться отныне в Тиргартентале близ Баден-Бадена. Спектакль состоялся 15-27 апреля 1863 года. Это было 120-е выступление Полины Виардо в роли Орфея. «Виардо привела легко воспламеняющуюся публику в такой энтузиазм, какого мне до сих пор не приходилось видеть», — сообщал Питч Шторму. Литературное наследство. Том 76. Страница 581. Там господин Виардо приобрел себе виллу, окруженную садом у подножья лесистых Зауэрбергских гор. Тургенев пока удовольствовался квартирой, нанятой им в Шилергассе. Я должен был дать обещание, что на обратном пути заеду в Баден-Баден и несколько дней проведу у Ивана Сергеевича. При отъезде он дал мне все свои сочинения, написанные после записок Охотника, в превосходных французских переводах, отредактированных самим автором, в числе которых, я забыл упомянуть, прекрасное произведение Рудин. Тургенев подарил Питчу французские издания своих произведений в переводах Луи Виардо и Делово, романы «Рудин» и «Накануне». Во французском переводе последний роман назывался «Новые сцены из русской жизни» «Елена» и повесть «Первая любовь». Тогда только мне удалось вполне узнать и оценить поэтическую силу и художественность Тургенева во всем их величии, чистоте и изяществе. Я припоминаю, что в продолжении целых дней, позабывши совершенно цель моего приезда в Париж, я углублялся в чтение произведений моего друга, очарование которых вполне завладело мной. Не за чем говорить, с каким удовольствием я навестил его по отъезде из Парижа, но действительность превзошла все мои надежды и мечты. Кто не бывал в этом раю долин и лесов на берегу Ооса в период его процветания, пред франко-прусской войной, тот не может верно представить себе привлекательности этой местности, соединившей тогда весьма разнородные общественные элементы. Любители всевозможных развлечений, разнообразных туалетов и нарядов могли находить немало удовольствия в лицезрении этой составленной из представителей всех наций мира маскарадной толпы, собиравшейся на летний сезон в Баден-Бадене и появлявшейся всюду, как в конверсацион-гаузе, так и в величественных руинах замка Пфорцгейма. Весь шум и блеск этого своеобразного мирка не в состоянии был нарушить тишину Лейвальдских долин, выходящих прямо на Лихтентальскую аллею и лесистых высот, опьяняющих своим благоуханием. Здесь жили преимущественно люди, чуждавшиеся шумных удовольствий, но тем не менее представлявшие собою избранный круг Баденского общества. Дом Виардо в Тиргартентале составлял центр этого кружка. Уже в первый год пребывания там семейство Виардо построило в своем обширном саду нечто вроде храма искусства, в большом зале которого поставлен был орган артистки и помещены лучшие из картин, собранных Луи Виардо. Там с 1864 года составлялись по воскресеньям столь прославившиеся музыкальные утренники. Самые высокопоставленные лица из посетителей Баден-Бадена считали за честь и счастье быть приглашенными на эти утренники, а рыцарям и аристократам духа открыт был туда еще более свободный доступ. Семейство Виардо и Тургенев настолько полюбили эту местность, что не покидали ее даже зимою. Изредка лишь, и то только в случае крайней необходимости, наш писатель решался на поездку в Россию. Ему нужно было видеть своих русских друзей, наполниться впечатлениями русской жизни и побывать в своем имении. Поездку эту он всякий раз откладывал, насколько возможно, но никакое препятствие не могло помешать ему возвратиться к 18 июлю, дню рождения Полины Виардо. С полным довольством, заменившим прежнее его меланхолическое настроение, Тургенев наслаждался своей жизнью в Баден-Бадене. На мою долю выпало редкое счастье проводить ежегодно около двух месяцев с моими друзьями. Уже в 1865 году Тургенев, не рассчитывая до конца жизни расстаться с нашим очаровательным уголком, купил большой участок земли, прилегающей к парку Виллы Виардо и, вдающейся еще глубже, в лесистые горы и роскошные луга Тиргартенталя. На этом запущенном участке росло много фруктовых деревьев, и он заключал в себе особенно дорогое поэту сокровище — источник свежей воды. Тургенев гордился им, хотя сам выражался не без примеси иронии о своем чувстве. На этой земле парижский архитектор построил ему большую виллу в виде замка в стиле Людовика XIII, превратив всю окружающую местность в сад. Фасад этого строения, крытого аспидным камнем с крутой крышей и высокими красивыми трубами на высоком фундаменте, был обращен к заведению для лечения сывороткой у подошвы Зауэрберга. Тургенев переселился туда лишь в 1867 году. После моего первого десятидневного пребывания в Баден-Бадене, когда я прощался с Тургеневым, меня отпустили, взявшие обещание каждое лето возвращаться к нему на более продолжительное время. Могу вас уверить, что мне не нужно было особенного призыва, пробуждавшего во мне каждой весной непреодолимое желание видеть это прекрасное место и его обитателей, и являвшегося мне в виде письма от моих друзей, лаконически гласившего «Комната Питча готова» и ждет своего жильца. В присутствии Тургенева и его близких друзей самый требовательный ум ощущал чувство удовлетворения всех своих желаний и сознания полнейшего счастья. Как невелико богатство наблюдательности и поэзии, обнаруженное Тургеневым в его произведениях, все-таки оно было только частицей того, что выливалось из его уст в присутствии его друзей, освежая и нежа вас, как тот ручей, которым он так гордился. Если бы кто-нибудь стенографировал все рассказы и анекдоты из личной жизни, результаты непрерывного наблюдения природы и людей, все глубокие и оригинальные мысли Тургенева, эти золотые изречения, не заключавшие в себе ни одной громкой или вульгарной фразы, эти суждения точные, правдивые и логичные, с неумолимым презрением клеймящие всякую ложь даже и в искусстве, если кто-либо сделал это, подобно Эккерману, записывавшему разговоры Гёте, тот собрал бы неоценимую сокровищницу вечной красоты и мудрости. Тому, кто пользовался такой полнотой жизни, как я тогда у Тургенева, следовало бы иметь иной характер, нежели пишущему эти строки, чтобы собирать и заботиться о том времени, когда уже ничего этого не будет. За утренним чаем в саду, в маленьком открытом павильоне, около которого протекал упомянутый ручеек, за завтраком, сидя со мной в столовой, обшитой деревянными панелями, широкие окна которой выходили на свежие зеленые луга, окаймленные темным горным лесом, Тургенев раскрывался весь. Он полными пригоршнями расточал драгоценные сокровища своего сердца и ума. Надо было только воспользоваться всем этим, чтобы иметь на всю жизнь обильный материал для размышлений. Это были для него плодотворные годы. Я, находясь тут же, как бы присутствовал в его творческой мастерской. Некоторые из его повестей и фантастических произведений, написанных в Бадене, я проследил от первоначального замысла их до окончательной отделки. Я видел, как они мало-помалу выделялись из мрака небытия. Его способ концепции был также своеобразен, как и вся его натура. Он обладал счастливым уделом, выпадающим на долю весьма немногих, работать не из-за куска хлеба. Он был по природе ленив, в его крови глубоко жила обломовщина. Он брался за перо почти всегда под влиянием внутренней потребности творчества, не зависевшей от его воли. В течение целых дней и недель он мог отстранять от себя это побуждение, но совершенно от него отделаться он был не в силах. Образы, вызываемые личными воспоминаниями, картины, сохранившиеся в его памяти, возникали в его фантазии неизвестно почему и откуда, и все более и более осаждали его и заставляли его рисовать, какими они ему представляются, и записывать, что они говорят ему и между собою. Часто слышал я, как он во время этих рабочих часов под влиянием непреодолимой потребности запирался в своей комнате и, подобно льву в клетке, шагал и стонал там. В эти дни еще за утренним чаем мы слышали от него трагикомическое восклицание. «Ох, сегодня я должен работать!» Раз усевшись за работу, он как бы физически переживал все то, о чем писал. Когда он однажды писал небольшой безотрадный роман «Несчастное» из воспоминаний его студенческих лет, сюжет которого развивался почти помимо его воли, при описании особенно запечатлевшейся в его памяти фигуры покинутой девушки, стоящей у окна, он был в течение целого дня совершенно больным. Что с вами, Тургенев? Что случилось? Ах, она должна была отравиться! Ее тело выставлено в открытом гробу в церкви, и, как это у нас принято в России, каждый родственник должен целовать мертвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня я должен был описать это, и вот у меня весь день испорчен. Читая его произведения, чувствуешь, как автор переживал с своими героями все их страдания. Даже Флобер, Золя и их последователи не обладают в большей степени этим ценным даром реалистического писателя. Но Тургенев превосходит их всех в другом отношении, а именно чистотой души и изяществом облагороженного вкуса, никогда не запятнавшим себя изображением соблазнительных картин. Во всех его произведениях, как бы ни была горяча пульсировавшая в них страсть, исключены все те стороны, ее разъяснению которых его французские товарищи-натуралисты предавались с таким нескрываемым удовольствием. Первое произведение Тургенева, написанное им в Баден-Бадене, был фантастический рассказ «Призраки», в котором старались найти символическое значение, тогда как он не что иное, как сон реалиста. Баденштетт в своем мастерском переводе этого произведения назвал его «Ди Эр Шайненген», и оно было напечатано вместе с другими, также мастерски переведенными им произведениями Тургенева, как то «Фауст», «Первая любовь», «Пасынков», «Постоялый двор» и «Муму». В «Письме к шторму» Питч делится своими впечатлениями о «Призраках» 1863 год, прочитанных им в переводе Баденштетта. Это сочетание сильнейшего и тончайшего реализма в картинах природы, с одной стороны, и самой жуткой чертовщины, с другой, весьма оригинально. «Литературное наследство», том 76, страница 584. Повесть под названием «Эр Шайненген» вошла во второй том мюнхенского издания избранных сочинений Тургенева в переводах Баденштетта, 1865 год. «Призраки», переведенные Мериме в 1865 году, пользовались большой популярностью во Франции. Баденштетт, качество которого как переводчика Тургенев всегда ценил по достоинству, прислал ему свой перевод для просмотра. «Никогда не забуду я тот августовский вечер, когда в маленьком интимном салоне виллы Виардо, из окон которого видны были вершины Меркурия, озаренные горячим солнцем, Тургенев вместе с хозяйкой дома и со мной принялся за шлифовку этого перевода. Имея в руках русский оригинал, он обдумывал каждое слово, которое я ему прочитывал из рукописи Баденштетта. Он спрашивал наше мнение, и потом большинством голосов решалось, какое из немецких выражений точнее передавало все оттенки русского подлинника. К сожалению, ему редко удавалось проследить таким образом переводы его произведений, сделанных другими немецкими переводчиками, нередко искажавшими их смысл. Оба тома боденштеттовских переводов Тургенева навсегда останутся неподражаемыми. Автор «Мерзы Шафим» по поводу другой такой же работы находился в постоянных письменных сношениях с нашими общими друзьями. Он перевел на немецкий язык более 20 русских песен, которые Тургенев вместе с госпожой Виардо выбрали для того, чтобы положить их на музыку. Переводы Баденштетта, с которым Тургенев познакомился в 1861 году, отличались высокой профессиональностью и точностью. Поэт, прекрасно владевший русским языком, в течение восьми лет он жил в России, стал одним из постоянных переводчиков произведений Тургенева на немецкий язык. Песни «Мерзы Шафи» в переводе Боденштетта вышли в 1851 году, 25 июня, 6 июля 1863 года. Тургенев писал Боденштетту «Госпожа Виардо воспользовалась своим пребыванием в Баден-Бадене, чтобы написать музыку к нескольким русским стихотворениям, которые я ей указал». Музыкальное достоинство этих романцев так высоко, что мы решились издать их в виде альбомов Карлсруэ, одновременно с русским и немецким текстами. Тургенев, письма, том 5, страницы 131, 132 и 424. Вокальные композиции Полины Виардона, стихи французских и немецких поэтов, пользовались известностью в музыкальном мире Европы. Их высоко ценили Шопен и Лист. 12 стихотворений Пушкина, Фета и Тургенева, переведенные Боденштеттом и положенные на музыку Полины Виардо, вышли в 1864 году дважды в Петербурге и Лейпциге. Об этом у Алексеева. Стихотворные тексты для романсов Полины Виардо. Тургеневский сборник, выпуск 4, 1968 год. Для той же цели наш русский друг сам написал несколько стихотворений, хотя и уверял нередко, что бог поэзии не одарил его способностями поэта, несмотря на то, что за такой талант он охотно отдал бы все написанное им. Впрочем, в этот счастливый Боденский период Тургенев писал не одни только русские стихотворения для своей приятельницы, которая их перекладывала на музыку, но и сочинил для нее три французские оперетки. Дом госпожи Виардо в Бадене считался в те годы как бы высшей школой пения, куда являлись юные таланты из всех стран, чтобы поучиться у знаменитой артистки, у которой умение преподавать равнялось ее творческому гению. Особенно старалась она доставить молодым женщинам разных национальностей и случаев попробовать себя в маленьких легких драматических партиях. Для этого, однако, нужно было найти оперетки, в которых все роли, за исключением одного или двух лиц, могли быть исполнены певицами. С этой целью Тургенев написал три веселых фантастических оперетки, драматизированные сказки, исполненные грациозного юмора и тонкой прелести. Госпожа Виардо написала к ним музыку и иногда принимала на себя исполнение роли влюбленного принца, писанную для Альта, когда случалось, что в числе друзей Виардо не доставало баритона. Тургенев не считал для себя унизительным играть роль старого колдуна, паши или людоеда, которого дразнили и мучили, или прелестные эльфы, или слишком многочисленные жены его гарема, и, несмотря на его гигантский рост и силу, побеждали. В 1867-1869 годах Тургенев написал либретто для оперет «Слишком много жен», «Последний колдун», «Людоед», «Зеркало». От ургеневских либретто для оперет на музыку Полины Виардо в «Литературном наследстве», том 73, книга 1, страницы с 69 по 224, где они впервые опубликованы. Большая зала его замка, первый этаж, которого он занимал сам, а второй я, легко превращалась в сцену. Если госпожа Виардо не участвовала сама, она исполняла роль оркестра и капельмейстера, сидя за роялем. Эти маленькие представления давались иногда в присутствии такой публики, которую редко можно встретить в частных домах. Король Вильгельм и королева Августа сидели там в первом ряду кресел, окруженные избранной баденской публикой, которая по воскресеньям во время музыкальных утренников наполняла органную залу и сад. Королевская чета в продолжении десятков лет привыкла видеть в хозяйке дома не только светскую даму, но и выдающуюся артистку, и нередко случалось, что по окончании представления их величества оставались на чай, участвуя в непринужденной беседе друзей дома. В Баден-Бадене каждый вечер посвящался музыке, самой избранной, в особенности немецкой, исполнявшейся как членами семейства, так и гостями. Тургенев не мог наслушаться этой музыки и чувствовал себя наверху полнейшего блаженства, в особенности, если днем он мог заняться другим любимым своим развлечением — охотой. С половины августа на него, так же, как и на его собаку Пегаса, про которого говорили, что хозяин любил своего четвероногого друга более нежно, чем иных людей, нападало особенное беспокойство. Они едва могли дождаться первого дня охоты. Тогда уже нельзя было удержать их. С Луи Виардо, который всю жизнь был таким же страстным охотником, и с двумя собаками, Тургенев садился в коляску, увозившую их на место, нанятое для охоты, или же в имение кого-нибудь из их друзей. Только вечером, всегда с богатой добычей, они возвращались на виллу, выходив по солнцу неисчислимое количество верст. Потом принимались за обед, а после обеда — за музыку. Никогда ранее часу или двух часов ночи мы не оставляли с Тургеневым дома, где наслаждались превосходным музыкальным исполнением. А затем мы возвращались с Тургеневым в эти теплые ночи августа или сентября, после стольких часов наслаждения, унося с собой в душе отголоски слышанных нами очаровательных мелодий. Как много он всегда умел сказать, и как он умел передать все, что чувствовал и мыслил. Из лежащего вблизи леса слышался крик совы, а из саду приветливое журчание ручья. Тихо шелестели в ночной тишине листья ореховых и грушевых деревьев, спелые плоды падали с отяжелевших ветвей. Пегас чуял что-то и ворчал. Над лугами расстилался беловатый туман, сквозь который проглядывала луна или блестели звезды. Мне трудно было оторваться от друга и возвращаться в свою спальню, и нередко утренняя заря встречала нас вместе стоящими на пороге, его неутомимо рассказывающим, а меня с увлечением слушающим. При всех своих поездках в Россию в период его пребывания в Баден-Бадене Тургенев всегда посещал Берлин. Он бывал и в других немецких городах в Веймаре, Штутгарте, Мюнхене и Вене, но особенно часто он ездил в Париж. Там я провел с ним часть лета 1867 года во время Всемирной выставки. В упомянутых немецких городах он обновлял старые отношения и завязывал новые с выдающимися писателями и артистами. Я всегда с удовольствием вспоминаю, что мне удавалось служить посредником, при завязывании этих отношений, со временем превращавшихся в дружеские. Я могу назвать прежде всего Юлиана Шмидта, Адольфа Менцеля, Рейнгольда, Бегаса. Талантливость, серьезность, внутренняя правдивость, откровенный и верный взгляд на жизнь, которые Тургенев нашел в произведениях Менцеля, восхищали его и сделали из него горячего поклонника искусства и личности этого несравненного мастера. Тургенев относился с огромным интересом к личности и творчеству немецкого художника Адольфа Менцеля. В письме к Шторму от 18-19 июня, нового стиля, 1865 года, Питч рассказывал о встрече Тургенева и Менцеля в Берлине. Он здесь полностью очаровал наш круг знакомых, и в первую очередь Менцеля, так же, как и Менцель, показался ему самым великим явлением в новом искусстве, какое он когда-либо и где-либо встречал. Тургеневский сборник, выпуск 1-й, 1964 год, страница 332. Юлиан Шмидт, не читавший до того времени ни одной строки русского писателя, после того стал одним из его искреннейших почитателей и распространителей его произведений в Германии. В его очерках мы встречаем наиболее глубокую и верную оценку сочинения Тургенева из всего, что было писано на немецком языке, об этой величайшей поэтической силе нашего времени, как Юлиан Шмидт однажды назвал Тургеневым. Известный немецкий критик и историк литературы Юлиан Шмидт был автором ряда статей и очерков о творчестве Тургенева. Одна из его работ под названием «Этюд Юлиана Шмидта» опубликована в русском переводе в сборнике «Иностранная критика о Тургеневе. Санкт-Петербург, 1908 год». Все на свете имеет конец, и то, что нам кажется прекраснейшим, оканчивается всего скорее. Если судить по их прелести, эти годы очаровательной жизни в Баден-Бадене длились сравнительно очень долго, но и им пришел конец. Причиной того была франко-прусская война. Мы оба предвидели ее, когда Тургенев после продолжительного пребывания в России на обратном пути в Баден-Баден проезжал через Берлин в достопамятный день 15 июля 1870 года. Тогда уже не было возможности сомневаться относительно близости войны. С минуты на минуту ожидался приезд короля и принцев, народ толпился на улицах в крайне возбужденном состоянии. Все это произвело на Тургенева очень сильное впечатление. Уверенность в торжестве правого дела, наполнявшая каждого из нас, повлияла и на Тургенева, которому имперский блеск французского двора никогда не внушал уважения. Мы обедали вместе за табльдотом в гостинице «Санкт-Петербург», когда вошел высокий, немолодой уже офицер и сел за стол против нас. Я взглянул на него. Это был граф Мольтке. Видя его таким спокойным в подобное время, как будто ничего не случилось, обедающим вместе с другими посетителями, не выказывающим ни одним движением лица душевного волнения, которого он не мог не испытывать вследствие лежащих на нем забот. Даже у Тургенева вера в нашу победу перешла в основательную уверенность. Друзья Тургенева в Баден-Бадене не были бы настоящими французами. Луи Виардо не был бы убежденным республиканцем, если бы они после Седана не отнеслись горячо к осаде Парижа, страданиям Франции и бомбардировке Страсбурга. Приехав после взятия Страсбурга в октябре в любимую местность, я убедился, что очаровательные дни навсегда окончились. В ту же осень семья Виардо и Тургенев переселились в Лондон. На следующее лето, однако, они возвратились в Париж с намерением остаться там навсегда. Тургенев вместе с семьей Виардо в конце 1870 года переехал из Баден-Бадена в Лондон, но уже в августе 1871 года он возвратился в Париж. Тургенев поселился в доме своего друга в Рю-де-Де во втором этаже. Париж и его писатели приняли с большой радостью и почестями знаменитого гостя, возвращенного французскому обществу, скоро были забыты даже насмешки над столицей Франции и ее населением, например, в «Призраках», забыты так же легко и скоро, как земляки писателя позабыли обиду, нанесенную им в дыме. Так как он писал свободно по-французски, на него скоро привыкли смотреть как на француза в душе и как на французского литератора. Упоминая об этом, считаю долгом опровергнуть ошибочное мнение, будто Тургенев свои последние произведения писал по-французски, что еще недавно было высказано в одной известной газете. Кроме трех упомянутых уже мною опереток и одной пьески, которую он написал однажды в Баден-Бадене, он ничего больше не писал по-французски, кроме писем. Он всегда высказывал, что для него непонятно, как можно описывать происходящее в душе поэта на каком бы то ни было языке, кроме родного. Тем не менее справедливо, что он участвовал в переводе большинства его романов и повестей на французский язык, сделанном его другом Виардо, вследствие чего эти переводы значительно превосходят немецкие. Он не нашел уже в Париже своего великого литературного друга Проспера Мереме, талант которого и писательский почерк во многом совпадали с Тургеневскими. Этот писатель, познакомивший французскую публику с русским автором своим блестящим предисловием к переводу романа «Отцы и дети», умер в 1870 году, вскоре после падения империи. Французский перевод «Отцов и детей» с предисловием и подредакцией Проспера Мереме был опубликован в 1863 году. Зато Тургенев нашел еще в полном цвете сил поэтического творчества наиболее уважаемого им серьезного и истинного мастера прозы Густава Флобера. Уже в 1864 году мой друг, передавая мне его первое мастерское произведение «Мадам Бавари», написал на нем следующие замечательные слова. «Это единственный хороший роман во французской литературе». То же, что привязывало Тургенева к Менцелю в области пластического искусства, сблизило его с Флобером и послужило основанием их прочной дружбы. Как у немецкого живописца, так и у французского романиста он находил серьезное благоговейное отношение к делу, неподкупную любовь к правде, откровенность и строгость художественной совести, которые казались ему наряду с талантливостью первыми основами и главными условиями настоящего искусства. Вокруг Флобера и Тургенева группировались таланты молодой, тогда еще только пробовавшей свои силы натуралистической школы. Названные качества привлекли его также к Эмилю Золя, хотя чувство Тургенева возмущалось иногда отсутствием вкуса у этого писателя и его непреодолимой склонностью все называть своим именем, ничего не утаивая. В начале 70-х годов новая страсть развилась у Тургенева, страсть, которая проявляется при продолжительном пребывании в Париже более чем где-либо. К собиранию коллекции картин и безделушек. Он сделался одним из постоянных посетителей отеля Друом и магазинов антиквариата в Париже. Его небольшая квартира скоро наполнилась отборными произведениями старой голландской и современной французской живописи, в особенности великих пейзажистов Диаса и Руссо. Коллекция бронзовых и фарфоровых вещиц из Китая и Японии каждый год пополнялась новыми дорогими экземплярами. Многие даже из ближайших его друзей не знают, что в это время, когда Тургеневым все более и более овладевала старческая тоска, он написал много поэтических видений, воспоминаний и аллегорий глубоко пессимистического содержания, замечательных то грандиозной смелостью, то увлекательной грацией рисунка. Он называл эти произведения «сновидения старца». Многие из них он действительно видел во сне, как, например, фантастический рассказ «Старуха», в котором так наглядно изображает неизбежность смерти. Однажды летом в Берлине, проводя вечер с Юлианом Шмидтом и мною, он нам рассказывал этот сон. У нас выступил холодный пот. С 1875 года я ежегодно раз или два бывал в Париже и иногда подолгу оставался там, причем в Рю-де-де или на Вилле в Бужевале. Я находил такой же дружеский и радушный прием, как и в Баден-Бадене, хотя и при изменившейся обстановке. Кроме того, мы имели счастье видеть Тургенева и в Берлине. При каждом проезде его в Петербург или обратно он останавливался там на день или на два. Каждый из этих дней был для нас праздником, который он украшал блеском ума. Низкая брань, которую осыпали его на родине за его новь, вызвала в нем решение никогда ничего более не писать и не печатать. И действительно, несколько лет сряду он оставался верен этому решению и не страдал от этого, если не считать его подагру, заставлявшую его неоднократно, но безуспешно посещать Карлсбад и другие курорты. В мае 1881 года, отправляясь в Россию, он снова остановился в Берлине. На этот раз он предполагал остаться в России на более продолжительное время. Он чувствовал потребность увидеть свое отечество при новом правительстве после ужасной катастрофы. В конце сентября он возвратился. Даже и в прежние годы я не видал его в таком свежем и ясном настроении, как тогда, но его глубоко поразило, что наша общая приятельница, Катя Эккерт, у которой мы только четыре месяца тому назад весело беседовали за обеденным столом, умерла. Впрочем, никакая печаль не могла долго противостоять радостному чувству, испытанному им в отечестве во время пребывания в деревне в обществе знаменитого коллеги графа Толстого, автора романа «Война и мир» и его кружка. Он уверял нас, что нашел много новых прекрасных тем для будущих произведений и что он снова начнет писать, не заботясь о том, что нарушает данное обещание. В своем очерке о Тургеневе Юлиан Шмидт передает содержание беседы с писателем после его возвращения из России в 1880 году. Впервые Тургенев говорил с некоторой надеждой о будущности своего отечества. Он встретился с другом, которого высоко уважал и который укрепил его в новых воззрениях. Это был писатель Толстой. Тургенев надеялся в будущем же году подольше пожить с ним вместе в деревне, поработать и таким образом восстановить связь с своим народом, связь, значительно ослабевшую во время его житья в Бадене и в Париже. Иностранная критика о Тургеневе, страница 18. Он выехал из Берлина, преисполненный радостных надежд, не подозревая, что это был последний приезд его к нам. Гиды Мопассан Иван Тургенев С Тургеневом Мопассана 1850-1893 годы познакомил Гюстав Лобер в 1876 году на одном из своих знаменитых литературных собраний в настоящем томе «Эдмон и Жюль де Гонкур» из дневника. Изо всей молодой школы романистов во Франции самый талантливый господин де Мопассан утверждал Тургенев, рекомендуя Стасюлевичу к публикации произведения писателя. Тургенев, письма, том 13, книга 1, страница 66. О том, как высоко ценил Тургенев талант Мопассана, рассказывают и современники в своих мемуарах. Больше всего он возлагал надежды на Ги де Мопассана, вспоминает Павловский, последний всегда читал ему свои сочинения в рукописи. По отзывам Ивана Сергеевича, роман Мопассана «Жизнь» величайший шедевр. Он был в таком восторге от него, что предложил Стасюлевичу купить эту рукопись. «Русский курьер», 1884 год, номер 137. Мопассан называл себя учеником Тургенева. Его сборник рассказов, объединенных под названием «Дом Телье», вышел с таким посвящением Ивану Тургеневу дань глубокой привязанности и великого восхищения Ги де Мопассан. После смерти Гюстава Флобера в 1880 году самым близким человеком для Тургенева среди его французских коллег стал Мопассан. Очерк Мопассана Иван Тургенев, опубликован в газете 5 сентября 1883 года, представляет собой портрет русского писателя, сделанный на основе личных психологических тонких наблюдений. Мопассану принадлежат еще три работы о Тургеневе. Изобретатель слова «Нигилизм» 1880 год, очерк «Фантастическое» и «Случай из жизни Тургенева», которые являются фрагментом новелла Мопассана «Страх». В этом отрывке писатель передал слышанный им от Тургенева рассказ о встрече в лесу с безумной женщиной и о его мучительных ощущениях, вызванных этим тяжелым зрелищем. Французский писатель, в сущности, сохранил для нас содержание одного из неосуществленных замыслов Тургенева, предназначенных им для книги «Записки охотника». Имя Тургенева тесно связано с историей культуры Франции второй половины девятнадцатого столетия. В лице Тургенева впервые в истории франко-русских литературных отношений великий писатель одной страны активно и непосредственно участвовал в создании целого литературного движения в другой стране. Макашин. Литературные взаимоотношения России и Франции. Литературное наследство. Тома двадцать девятый-тридцатый. Обобщение советского исследователя как нельзя более точно определяет характер отношений Тургенева с писателями Франции. Эта мысль проникает в воспоминания и статьи о Тургеневе и его французских современников Мапассана, Доде, Мереме, Поля Бурже и других. Текст печатается по изданию «Гидом и Пассан», полное собрание сочинений, том одиннадцатый «Москва», «Огонек», 1958 год. Великий русский романист Иван Тургенев, избравший Францию своим новым отечеством, на днях скончался после мучительной агонии, длившейся почти целый месяц. Он был одним из замечательнейших писателей нынешнего столетия и в то же время самым прямым, самым искренним и самым честным человеком, каких только можно встретить. Доводя свою скромность почти до смирения, он не желал, чтобы о нем писали в газетах, и не раз бывало, что статьи, в которых его восхваляли, воспринимались им как оскорбление, ибо он не допускал, что можно писать о чем-либо, кроме литературных произведений. Даже критика литературного творчества казалась ему простой болтовней, и когда какой-то журналист в статье по поводу одной из его книг сообщил некоторые подробности о нем самом и его частной жизни, он пришел в настоящее негодование, испытывая своего рода стыд писателя, у которого скромность кажется целомудрием. По всей вероятности имеется в виду корреспонденция Половцева у Ивана Сергеевича Тургенева, появившаяся в Санкт-Петербургских ведомостях 1876 год, номер 207 за 29 июля, 10 августа, в которой содержались некоторые подробности жизни писателя в Спасском, сообщались сведения о его сочинениях, а главное, о будущем романе «Новь». В связи с этим фильетоном Тургенев писал его автору 12-24 ноября 1876 года «Не могу скрыть от вас, что я пожалел об его появлении. Это американская мода решительно нам не к лицу, слишком пахнет рекламой и самовосхвалением» Тургенев письма, том 11, страница 354. С этой чертой Тургенева пришлось столкнуться и самому Мопассану, когда он задумал серию статей об иностранных писателях и в первую очередь решил написать о своем русском друге. «Я не хотел, чтобы вы писали эту статью обо мне», отвечал Тургенев на это предложение. «Вы сделаете это превосходно, с тактом и чувством меры. Но я боюсь, однако, как бы ее ни сочли, простите за такое выражение, за дружескую рекламу. Строго говоря, у меня во Франции не так много читателей, чтобы ощущалась необходимость в специальной статье». Тургенев письма, том 12, книга 2, страницы 327 и 395. Вместо статьи широкого плана Мопассан опубликовал очерк «Изобретатель слова нигилизм», где главным образом шла речь о Тургеневе, авторе «Отцов и детей». Теперь, когда этого великого человека не стало, скажем в нескольких словах, кем он был. Ивана Тургенева я увидел впервые у Гюстава Флобера. Дверь отворилась, вошел великан. Великан с серебряной головой, как сказали бы в волшебной сказке. У него были длинные седые волосы, густые седые брови и большая седая борода, отливавшая серебром, и в этой сверкающей снежной белизне доброе, спокойное лицо с немного крупными чертами. Это была голова потока струящего свои воды, или, что еще вернее, голова предвечного отца. Тургенев был высок ростом, широкоплечь, сложение плотного, но не тучного, настоящий колосс с движениями ребенка, робкими и осторожными. Голос его звучал очень мягко и немного вяло, словно язык был слишком тяжел и с трудом двигался во рту. Иногда, желая дать для выражения своей мысли точное французское слово, он запинался, но всегда находил его удивительно верно, и эта легкая заминка придавала его речи какую-то особенную прелесть. Он чудесно рассказывал, сообщая самому незначительному факту художественную ценность и своеобразную занимательность. Но его любили не столько за возвышенный ум, сколько за какую-то трогательную наивность и способность всему удивляться. И он в самом деле был невероятно наивен, этот гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы, так же свободно, как на своем родном. Его удивляли и приводили в недоумение такие вещи, которые показались бы совершенно понятными любому парижскому школьнику. Можно было подумать, что жизненная реальность вызывала в нем какое-то болезненное ощущение, ибо ум его, не удивляясь ничему, что написано на бумаге, возмущался при одном намеке на какие-либо житейские обстоятельства. Возможно, что его крайнее прямодушие и огромная врожденная доброта оскорблялись при столкновении с грубостью, порочностью и лицемерием человеческой природы, в то время как его ум в минуты одиноких размышлений за письменным столом, напротив того, помогал ему постигать жизнь и проникать в нее до самых ее позорных тайников, слов, подобно тому, как наблюдают из окна уличные происшествия, не принимая в них участия. Это был человек простой, добрый и прямой до крайности. Он был обаятелен, как никто, предан, как теперь уже не умеют быть, и верен своим друзьям, умершим и живым. Его литературные мнения имели тем большую ценность и значительность, что он не просто выражал суждения с той ограниченной и специальной точки зрения, которой все мы придерживаемся, но проводил нечто вроде сравнения между всеми литературами всех народов мира, которые он основательно знал, расширяя таким образом поле своих наблюдений и сопоставляя две книги, появившиеся на двух концах земного шара и написанные на разных языках. Несмотря на свой возраст и почти уже законченную карьеру писателя, он придерживался в отношении литературы самых современных и самых передовых взглядов, отвергая все старые формы романа, построенного на интриге, с драматическими и искусными комбинациями, требуя, чтобы давали жизнь, только жизнь, куски жизни без интриги и без грубых приключений. «Роман», — говорил он, — «это самая новая форма в литературном искусстве. Он с трудом освобождается сейчас от приемов феерии, которыми пользовался вначале. Благодаря известной романтической прелести он пленял наивное воображение. Но теперь, когда вкус очищается, надо отбросить все эти низшие средства, упростить и возвысить этот род искусства, который является искусством жизни и должен стать историей жизни». Когда Тургеневу рассказывали о том, в каком количестве расходятся известные книги соблазнительного жанра, он говорил, «Людей пошлого склада ума гораздо больше, чем людей, одаренных умом утонченным. Все зависит от уровня той интеллектуальности, к которой вы обращаетесь. Книга, нравящаяся толпе, чаще всего нам вовсе не нравится, а если она нравится нам, как и толпе, то будьте уверены, что это происходит по совершенно противоположным причинам». Благодаря могучему дару наблюдательности, которым обладал Тургенев, ему удалось заметить пробивающиеся ростки русской революции еще задолго до того, как это явление вышло на поверхность. Это новое состояние умов он запечатлел в знаменитой книге «Отцы и дети». И этих новых сектантов, обнаруженных им во взволнованной народной толпе, он назвал нигилистами, подобно тому, как натуралист дает имя неведомому живому организму, существование которого он открыл. Вокруг этого романа поднялся большой шум. Одни шутили, другие негодовали. Никто не желал верить тому, о чем возвещал писатель. Прозвище «нигилисты» так и осталось за нарождающейся сектой, существование которой вскоре уже перестали отрицать. С тех пор Тургенев следил с бескорыстной страстью художника за развитием и распространением революционной доктрины, которую он предугадал, распознал и сделал общеизвестной. Не принадлежа никакой партии, часто подвергаясь нападкам со стороны то одних, то других, довольствуясь наблюдениями, он опубликовал последовательно «Дым и новь», книги, в которых показаны нагляднейшим образом этапы пути нигилистов, сила и слабость этих беспокойных умов, причины их слабости и их успеха. Тургенев, боготворимой либеральной молодежью, встречавший каждый его приезд в Россию овациями, вызывавший опасения правительства и подозрительность крайних партий, был окружен всеобщим восхищением и все же неохотно возвращался всякий раз в свою страну, которую горячо любил. Он не мог забыть тех дней тюрьмы, которые постигли его в связи с появлением записок охотника. Здесь не место анализировать творчество этого выдающегося человека, который останется одним из величайших гениев русской литературы. Наряду с поэтом Пушкиным, которым он страстно восхищался, наряду с поэтом Лермонтовым и романистом Гоголем, он всегда будет одним из тех, кому Россия должна быть обязана глубокой и вечной признательностью, ибо он оставил ее народу нечто бессмертное и неоцененное. Своё искусство, незабываемое произведение, ту драгоценную и неприходящую славу, которая выше всякой другой славы. Люди, подобные ему, делают для своего отечества больше, чем люди вроде князя Бисмарка. Они стяжают любовь всех благородных умов мира. Он был во Франции другом Гюстава Флодера, Эдмона Гонкура, Виктора Гюго, Эмиля Золя, Альфонсо Доде и всех известных современных художников. Он любил музыку и живопись, жил в атмосфере искусства, откликался на все утонченные впечатления, на все неопределенные ощущения, даваемые искусством, и без конца стремился к этим изысканным и редким наслаждением. Не было души более открытой, более тонкой и более проникновенной, не было таланта более пленительного, не было сердца более честного и более благородного. Эдмон и Жюль де Гонкур Из дневника Дневниковые записи братьев Гонкур, Эдмона, 1822-1896 годы и Жюля, 1830-1870 годы — единственные в своем роде воспоминания, запечатлевшие Тургенева во всей непосредственности живого общения с друзьями. Можно сказать, что дневник Гонкуров обладает достоверностью кинохроники. Записи дружеских бесед с 1870 года после смерти Жюля Гонкура дневник вел Эдмон Гонкур, бережно сохранили стиль и манеру Тургенева-рассказчика, блестящего остроумного собеседника, тонкого и благородного мыслителя. Шор Тургенев-рассказчик в дневнике братьев Гонкур. Русская литература, 1966 год, номер 3. После первого знакомства в феврале 1863 года на одном из литературных обедов в парижском ресторане Маньи, Эдмон Гонкур вновь встретился с Тургеневым только через 10 лет, в 1871-72 годах. Начиная с этого времени, Тургенев часто бывал в обществе французских писателей на встречах, известных сначала под названием «Обедов освистанных авторов», затем «Обедов пяти» или «Обедов флобера», «Обедов освистанных авторов», и имелись в виду неудачи, постигшие их участников как авторов пьес Анриэте Марешаль, Эдмона Гонкура, наследников Рабурдена, Эмиля Золя, Арлезианки Альфонсо Доде, кандидата Гюстава Флобера. Записи, сделанные в дневнике Эдмоном Гонкуром, через несколько лет после смерти Тургеневым, были, однако, омрачены горьким чувством обиды. Это было вызвано мемуарами Павловского, 1887 год, в которых он привел резкие высказывания писателя о творчестве Гонкуров. Немногие страницы мемуаров, посвященные Тургеневу после 1887 года, носят уже субъективный характер. Русский текст печатается по изданию Эдмон и Жюль де Гонкур «Дневник», тома I и II «Москва», издательство художественной литературы, 1964 год. Для настоящего издания русский текст отредактирован «Гунстом». Год 1863, 28 февраля. Обед у Маньи. Шарль Эдмон привел к нам Тургенева, русского, который обладает таким изысканным талантом, автора записок русского помещика, Антеора и русского Гамлета. Имеется в виду записки охотника, романы «Накануне», «Антеор» от латинского «Антеорам» перед часом, и «Рудин». Этот очаровательный колосс, нежный, беловолосый великан, он похож на доброго старого духа гор и лесов, на друида и на славного монаха из Ромео и Джульетты. Он красив какой-то почтенной красотой, величаво красив, как Ньеверкерк. Но у Ньеверкерка глаза цвета голубой обивки на диване, а у Тургенева глаза как небо. Добродушное выражение глаз еще подчеркивается ласковой напевностью легкого русского акцента, напоминающий певучую речь «ребенка» или «негра». Скромный, растроганный овацией, устроенный ему сидящими за столом, он рассказывает нам о русской литературе, которая вся, от театра и до романа, идет по пути реалистического исследования жизни. Русская публика – большая любительница журналов. Тургеневу и вместе с ним еще десятку писателей, нам неизвестных, платят по 600 франков за лист. Сообщая нам об этом, он покраснел. Но книга оплачивается плохо, едва 4000 франков. Кто-то произносит имя Гейне, мы подхватываем и объявляем, что относимся к нему с энтузиазмом. Сэндбёв, который хорошо знал Гейна, утверждает, что как человек Гейна – ничтожество, плут, но потом, видя общее восхищение, Сэндбёв бьет от бой, умолкает и, закрыв лицо руками, прячется так все время, пока превозносит Гейна. Бодри приводит острое словцо Генриха Гейна, уже лежавшего на смертном одре. Обращаясь к жене, которая тут же рядом молила Бога помиловать его, он сказал, «Не бойся, дорогая, он меня помилует, ведь это его ремесло». Год 1872, суббота, 2 марта. Сегодня мы обедали у Флобера, Тео, Тургенев и я. Тургенев – кроткий великан, любезный варвар с седой шевелюрой, не спадающий на глаза, с глубокой морщиной прорезавший лоб от одного виска до другого, подобно борозде от плуга. Своей детской болтовней он с самого начала чарует и, как выражаются русские, обольщает нас с сочетанием наивности и лукавства, тем обаянием славянской расы, которая у него особенно неотразима благодаря самобытности его ума и обширности космополитических знаний. Он рассказывает, как после издания «Записок охотника» ему пришлось месяц просидеть в тюрьме, причем камерой служил архив полицейского участка, и он мог в волю порыться в секретных делах. Штрихами художника и романиста он рисует начальника полиции. Однажды, когда Тургенев напоил его шампанским, тот воскликнул, взяв писателя за локоть и поднимая бокал «За Робеспьера». После минутной паузы Тургенев продолжает «Будь я человеком тщеславным, я попросил бы, чтобы на моей могиле написали лишь одно, что моя книга содействовала освобождению крепостных. Да, я не стал бы просить ни о чем другом. Император Александр велел передать мне, что чтение моей книги было одной из главных причин, побудивших его принять решение». От стихов Мольера беседа переходит к Ристофану, и Тургенев шумно высказывает свое восхищение этим комиком, этим отцом смеха, с самой способностью вызывать смех, которую он ставит очень высоко и которой, по его мнению, обладают лишь два-три человека в мире. «Подумайте только», — восклицает он, и видно, что у него прямо слюнки текут, — «если бы удалось найти потерянную пьесу «Кротина», пьесу, которую ставили выше аристофановских, а греки считали шедевром комизма, словом, пьесу о бутылке, созданную старым «Пьяницей из Афин», что до меня, то не знаю, чего бы я только не отдал за нее, право не знаю, думаю, что отдал бы решительно все. Выйдя из-за стола, Тео падает на диван со словами, «По правде говоря, меня больше ничто не интересует, мне кажется, что я уже где-то в прошлом, я готов говорить о себе в третьем лице категориями давно прошедшего времени, у меня такое чувство, словно я уже умер». «А у меня совсем иное чувство», — замечает Тургенев. «Знаете, иногда в комнате стоит еле уловимый запах мускуса, и его невозможно изгнать, выветрить, так вот я словно чувствую вокруг себя запах смерти, тления, небытия». Помолча, он добавляет, «объяснение этому, мне кажется, заключается в одном — в невозможности любить по сотне причин, по причине моих седин и так далее, в полной невозможности любить. Теперь я уже не способен на это. И вот, понимаете, это смерть». А когда мы с Флобером возражаем ему, отрицая такое значение любви для писателя, русский романист восклицает, разводя руками, «вся моя жизнь пронизана женским началом, ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину». Как это выразить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое, не правда ли? И, погрузившись на минуту в воспоминание, соцветом счастья на лице он продолжает. «Послушайте, в молодости у меня была любовница, мельничиха в окрестностях Санкт-Петербурга. Я виделся с ней, когда ездил на охоту. Она была прелестно, беленькая, с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она не хотела ничего брать от меня. В один прекрасный день она сказала, «Вы должны сделать мне подарок». «Что же ты хочешь?» «Привезти мне мыло». Я привез ей мыло. Она взяла его и исчезла, а потом вернулась, раскрасневшаяся от смущения, и прошептала, протягивая мне благоухающие руки. «Поцелуйте мне руки, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных». Я бросился перед ней на колени, и, поверьте, не было в моей жизни мгновение, которое могло бы сравниться с этим. Пятница, 22 марта. У меня обедали Флобер и Тургенев. Тургенев рисует нам причудливый силуэт своего московского издателя, торговца литературой, едва умеющего читать, а когда дело доходит до письма, с трудом подписывающего свое имя. По всей вероятности, речь шла об одном из представителей издательской фирмы «Братьев Салаевых», московском книгопродавце и издателе Федоре Салаеве, выпустившем три издания собраний сочинений Тургенева 1865, 1869 и 1874 годов. В воспоминаниях Чевелевым приводится отзыв Тургенева о наследниках Федора Салаева. Он говорил мне, что окончательное салаевское издание похоже на картину, которую как бы умышленно хотели изгадить и исцарапали ногтями или перочинным ножом. Он упоминал о шести тысячах опечатках и намеревался сам издать дополнительную даровую брошюру, содержащую все опечатки и поправки их. Он говорил про Салаевых. «Они, как русская кухарка, подают дорогую стерлить на тухлом масле». Чевелев. Отрывочные воспоминания о Тургеневе. Русские ведомости. 1883 год, номер 279. Тургенев изображает его в окружении дюжины забавных старичков, его чтецов и советчиков с жалованием 700 копеек в год. Затем он переходит к описанию типов литераторов, которые вызывают у нас жалость к нашей французской богеме. Он набрасывает портрет пьяницы, который женился на проститутке, чтобы иметь возможность выпивать по утрам привычную стопку водки, то есть ради каких-то двадцати копеек. Этот пьяница написал замечательную комедию, которую с его Тургенева помощью удалось напечатать. Вскоре он переходит к себе самому. Начинается самоанализ. Он говорит, что когда ему грустно, когда у него дурное настроение, двадцать стихов Пушкина спасают его от меланхолии, вливают в него бодрость и будоражат. Они приводят его в состояние восхищенного умиления, которого не может у него вызвать никакое великое и благородное деяние. Только литература способна порождать такое просветление духа, и оно сразу же дает себя знать физически приятным ощущением, ощущением тепла на щеках. Он добавляет, что в минуты ярости ощущает странную пустоту в груди и в желудке. Год 1873, суббота, 3 мая. Сегодня вечером у Вефура, в ренессансном зале, где как-то устраивал встречу Сент-Бёве с Ложье, я обедал с Тургеневым Флобером и госпожою Санд. Госпожа Санд еще больше высохла, но по-прежнему по-детски обаятельно и весело, как старушки минувшего столетия. Тургенев говорит, и никто не прерывает этого великана с ласковым голосом, в рассказах которого всегда звучат нотки волнения и нежности. Флобер рассказывает драму о Людовике XI, которую, по его словам, он написал в коллеже. Вот как в этой драме народ сетовал на свою нужду. «Монсеньер, нам приходится приправлять овощи солью наших слез». Этот рассказ наводит Тургенева на воспоминания о его детстве, о суровом воспитании, которое он прошел, о бурях возмущения, какие вызывала в его юной душе всякая несправедливость. Он вспоминает, что однажды после того, как гувернер за какой-то проступок хорошенько отчитал его, а затем выпорол и оставил без обеда, он ходил по саду и с каким-то горьким наслаждением глотал соленую влагу, которая стекала по его щекам в уголки рта. Он говорит затем о сладостных часах своей юности, о часах, когда, растянувшись на траве, он вслушивался в шорохе земли, о настороженной чуткости к окружающему, когда он всем своим существом уходил в мечтательное созерцание природы. Это состояние не описать словами. Он рассказывает о своей любимой собаке, которая словно разделяла его настроение и в минуты, когда он предавался меланхолии, неожиданно испускала тяжкий вздох. Однажды вечером, когда Тургенев стоял на берегу пруда и его внезапно охватил какой-то неизъяснимый ужас, собака кинулась ему под ноги, как будто испытывая такое же чувство. Потом, в силу какого-то скачка в разговоре или в собственных его мыслях, Тургенев рассказал нам, что однажды был с визитом у знакомой дамы и уже встал, собираясь откланяться, как вдруг она взмолилась. «Останьтесь, прошу вас, через четверть часа приедет мой муж, не оставляйте меня одну». В тоне ее было что-то странное, и Тургенев стал так настойчиво просить объяснений, что она ответила «Я не могу быть одна. Когда со мной рядом никого нет, я чувствую, как меня уносит в бесконечность, и я кажусь себе крошечной куколкой перед престолом судьи, лик которого от меня скрыт». Год 1874, вторник, 14 апреля. Обед у Риша с Флобером, Золя, Тургеневым и Альфонсом Доде. Обед талантливых людей, уважающих друг друга. В будущие зимы мы намерены повторять его ежемесячно. «Поначалу заходит разговор об особенностях литературы, создаваемой людьми с хроническими запорами или поносами. Затем мы переходим к структуре французского языка. По этому поводу Тургенев говорит приблизительно следующее. «Ваш язык, господа, представляется мне инструментом, которому его изобретатели простодушно стремились придать ясность, логику, приблизительную верность определений, а получилось, что в наши дни инструментом этим пользуются самые нервные, самые впечатлительные люди, менее всего способные довольствоваться чем-то приблизительным». Год 1874. Пятый понедельник, 25 января. «Обедом у Флобера не везет. В прошлый раз, выйдя от него, я схватил воспаление легких, сегодня нет самого Флобера, он в постели. За столом только Тургенев, Золя, Доде и я». Сначала разговор идет о Тене, когда все мы по очереди пытаемся определить, в чем же состоит неполнота и несовершенство его таланта, Тургенев перебивает нас, говоря с присущими ему оригинальностью мысли и мягким выговором. «Это будет не слишком изысканное сравнение, но все же позвольте мне, господа, сравнить Тена с охотничьей собакой, которая была у меня когда-то. Она шла по следу, делала стойку, великолепно проделывала все маневры охотничьей собаки, и только одного ей не хватало, ни уха. Мне пришлось ее продать». Золя просто тает, наслаждаясь вкусной пищей, и когда я спрашиваю его «Золя, неужели вы гурман?» он отвечает «Да, это мой единственный порог. Дома, когда на столе нет ничего вкусного, я чувствую себя несчастным, совсем несчастным. Больше мне ничего не надо, другие удовольствия для меня не существуют. Разве вы не знаете, какая у меня жизнь?» И помрачнев, он открывает перед нами страницу своих злоключений. Удивительно, до чего этот толстый и пузатый человек любит ныть. Все его излияния полны меланхолии. Сначала Золя нарисовал нам одну из самых мрачных картин своей юности, описал свои каждодневные огорчения, и оскорбления, которые сыпались по его адресу, атмосферу подозрительности его окружавшую, и нечто вроде карантина, которому подверглись его сочинения. Тургенев вскользь замечает «Удивительное дело, один мой друг, русский человек большого ума, говорил, что тип Жан-Жака Руссо, тип исключительно французский, и только во Франции можно найти». Золя его не слушает и продолжает свои стинания. А когда мы говорим, что ему не на что жаловаться, что для человека, которому нет еще и 35 лет, он немалого достиг, он восклицает «Ну так вот, хотите, я буду говорить совершенно искренне? Вы скажете, что это ребячество, тем хуже. Мне никогда не получить ордена, мне никогда не стать членом Академии, мне никогда не удостоятся тех наград, которые могли бы официально подтвердить мой талант. В глазах публики я навсегда останусь парей, да парей». И он повторяет несколько раз «парей». «Мы высмеиваем этого реалиста за его жажду буржуазных регалий». Тургенев с минуту смотрит на него иронически покровительственно, потом рассказывает прелестную притчу. «Послушайте, Золя, когда в русском посольстве было торжество по случаю освобождения крепостных, события которому, как вы знаете, и я кое-чем содействовал, мой друг граф Орлов, я когда-то был шафером у него на свадьбе, пригласил меня на обед. В России я, возможно, не первый среди русских писателей, но поскольку в Париже другого нет, ведь вы согласитесь, что первый русский писатель здесь все-таки я. Ну так вот, несмотря на это обстоятельство, мне отвели за столом, как бы вы думали, какое место? Сорок седьмое. Меня посадили ниже попа. А вам известно, с каким презрением относятся в России к священникам? И как вывод из сказанного в глазах Тургенева заиграла лукавая славянская улыбка. Воскресенье, 21 марта. У Флобера Тургенев переводит нам Прометея, пересказывает сатира два юношеских произведения Гёте, плод самого высокого вдохновения. В этом переводе, где Тургенев старается передать выраженной словами трепет молодой жизни, меня изумляет непринужденность и вместе с тем смелость оборотов речи. Действительно, великие, своеобразные произведения, на каком бы языке они ни создавались, никогда не пишутся академическим стилем. Воскресенье, 25 апреля. У Флобера. Все признаются друг в другу в том, что из-за плохого состояния нервов у них бывают галлюцинации. Тургенев рассказывает, что третьего дня, спускаясь по звонку к обеду и проходя перед дверью умывальной комнаты Виардо, он увидел, как тот в охотничьей куртке, повернувшись к нему спиной, мыл руки, а потом, войдя в столовую, он был крайне удивлен, увидев Виардо сидящим на своем обычном месте. Он рассказывает затем о другой галлюцинации. Возвратясь в Россию после долгого отсутствия, он поехал навестить своего приятеля, который, когда он его покинул, был совершенно черноволосым. Входя, он увидел, будто седой парик падает ему на голову. А когда друг обернулся, чтобы посмотреть, кто вошел, Тургенев с удивлением обнаружил, что тот совсем седой. Воскресенье, 21 ноября. «Русский император, — говорит Тургенев, — никогда не читал ничего печатного. Когда у него появляется желание прочесть какую-нибудь книгу или газетную статью, ему ее переписывают красивым, четким канцелярским почерком. Затем Тургенев рассказывает нам, что самодержец иногда проводит время в деревне, где не хочет казаться императором и велит называть себя господином Романовым. Так вот, как-то раз, находясь там, он объявляет своей семье, погода сегодня неважная, гулять не пойдем. На сегодняшний вечер я вам готовлю сюрприз. Когда наступил вечер, император появился с тетрадью в руках. Это был мой рассказ. Мы спрашиваем, он имел успех? Нисколько. Император по натуре очень сентиментален. Он выбрал рассказ, совсем не жалостливый, но читал его со слезами в голосе. Все присутствовавшие при этом литературном развлечении потом, словно по уговору, никогда не упоминали о нем. Год 1876, понедельник, 21 февраля. Тургенев говорит, что за границей, в России, в Англии, в Германии Шатабриана совсем не ценят. Его превосходная поэтическая проза «Мать и кормилица всей современной красочной прозы» не пользуется там ни малейшим успехом. Тургенев не был почитателем творчества Шатабриана, находя в нем много эротического. «Я вспоминаю один яростный спор о Шатабриане, который длился с семи вечера до часу ночи», — писал Золя в очерке Гюстав Флобер. Флобер и Доде защищали его, Тургенев и я высказывались против. Эмиль Золя, собрание сочинений в 26 томах, том 25, Москва, Гослит из Дат, 1966 год, страница 485. Воскресенье, 5 марта. Сегодня Тургенев вошел к Флоберу со словами «Никогда еще я не видел так ясно, как вчера, насколько различны человеческие расы. Я думал об этом всю ночь. Ведь мы с вами, не правда ли, люди одной профессии, собратья по перу. А вот вчера, на представлении госпожи Каверле, когда я услыхал со сцены, как молодой человек говорит любовнику своей матери, обнявшему его сестру, «Я запрещаю вам целовать эту девушку», во мне шевельнулось возмущение. И если бы в зале находилось 500 русских, все они почувствовали бы то же самое возмущение. А вот ни у Флобера, ни у кого из сидевших со мной в ложе, не возникло такого чувства. Я об этом раздумывал всю ночь. Да, вы, люди латинской расы, в вас еще жив дух римлян с их преклонением перед священным правом. Словом, вы люди закона, а мы не таковы. Как бы вам это объяснить? Представьте себе, что у нас в России как бы стоят по кругу все старые русские, а позади них толпятся молодые русские. Старики говорят свое «да» или «нет», а те, что стоят позади, соглашаются с ними. И вот перед этими «да» и «нет» закон бессилен, он просто не существует, ибо у нас русских закон не кристаллизуется, как у вас. Например, воровство в России – дело нередкое, но если человек, совершив хоть и 20 краж, признается в них и будет доказано, что на преступление его толкнул голод, толкнула нужда, его оправдают. Да, вы люди закона, люди чести, а мы, хотя у нас и самовластье, мы люди. Он ищет нужное слово, и я подсказываю ему. Более человечные. Да, именно, подтверждает он, мы менее связаны условностями, мы люди более человечные. Понедельник, 13 марта. Тургенев говорит о том, что в жизни очень часто героическое сочетается с комическим. Он рассказывает, что один русский генерал после двух атак, отбитых засевшими на кладбище французами, приказал своим солдатам перебросить его через ограду. Тургенев просил самого генерала, мужчину весьма тучного, рассказать, как все это было. И вот, что рассказал ему генерал. Упав прямо в лужу, он некоторое время безуспешно пытался встать на ноги, но снова и снова падал, вскрикивая при этом «Ура!» за ним наблюдал какой-то француз-пехотинец. Однако не стрелял, а только смеялся и восклицал «Эх ты, толстый Боров, толстый Боров». Но генеральское «Ура!» были услышаны. Они подняли боевой дух русских, и те поспешили перелезть через ограду на выручку своему начальнику. Французы вскоре были вытеснены с кладбища. Пятница, 5 мая. Нашему содружеству пяти пришла фантазия полакомиться буиадесом в ресторанчике «Что позади комической оперы». Все мы нынче вечером в ударе, словоохотливы, склонны к излияниям. «Мне для работы нужна зима», — говорит Тургенев. «Сту же, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристалликами иния. Вот тогда!» «Однако еще лучше мне работается осенью, в дни полного безветрия, когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит запах вина. У меня на родине есть небольшой деревянный домик, в саду растут желтые акации, белых акаций в нашем краю нет. Осенью вся земля покрывается слоем сухих стручков, хрустящих под ногами, а кругом множество птиц, этих, как беших, ну, тех, что перенимают крики других птиц. Ах, да, сорокопутов. Вот там-то в полном уединении...» Не закончив фразы, Тургенев только прижимает к груди кулаки, и жест этот красноречиво выражает то духовное опьянение и наслаждение работой, какие он испытывал в затерянном уголке Старой России. Понедельник, 27 ноября. Тургенев говорил сегодня вечером, что из всех европейских народов немцы наименее тонко чувствуют искусство, за исключением музыки, и что в каком-нибудь насквозь условном, глупом и неправдоподобном вымысле, который заставил бы нас отбросить книгу прочь, они видят прелесть исправления действительности в сторону ее совершенствования. Он добавил, что русский народ, напротив, хоть и склонен ко лжи, как всякий народ, долгое время пребывавший в рабстве, в искусстве ценит жизненную правду. Возвращаясь по улице Кляши, Тургенев поверяет мне замыслы будущих повестей, которые занимают его. В одной из них ему хочется передать ощущение какого-нибудь животного в степи, где оно по грудь утопает в высокой траве, скажем, старой лошади. Помолчав с минуту, он продолжает. На юге России попадаются стога величиной с такой вот дом. На них взбираются полесенки. Мне случалось ночевать на таком стогу. Вы не можете себе представить, какое у нас там небо. Синее-синее, густо-синее, все в крупных серебряных звездах. К полуночи поднимается волна тепла, нежная и торжественная. Я передаю подлинные выражения Тургенева. Это упоительно. Однажды, лежа так на верхушке стога, глядя, в небо и наслаждаясь красотой ночи, я вдруг заметил, что безотчетливо повторяю и повторяю вслух. Одна-две. Одна-две. Год 1877. Суббота, 5 мая. Вчера, во время дружеского обеда, устроенного по случаю отъезда Тургенева в Россию, разговор зашел о любви, об изображении любви в литературе. Я утверждаю, что любовь вплоть до наших дней не исследовалась в романе научным методом. Нам показывали лишь ее поэтическую сторону. Золя, который завел этот разговор с целью выкачать из нас кое-что для своей новой книги, считает, что любовь – это не какое-то особенное чувство, что она вовсе не захватывает человека настолько, как об этом принято думать, что проявления любви встречаются и в дружбе, и в патриотизме, и так далее. И что большую напряженность этому чувству придает только надежда на плотскую близость. Тургенев с этим не соглашается. Он уверяет, что любовь – чувство совершенно особой окраски. Что Золя пойдет по ложному пути, если не признает эту особую окраску, отличающую любовь от всех других чувств. Он уверяет, что любовь оказывает на человека влияние, несравнимое с влиянием любого иного чувства, что всякий, кто по-настоящему влюблен, как бы полностью отрекается от себя. Тургенев говорит о совершенно необыкновенном ощущении наполненности сердца. Он говорит о глазах первой любимой им женщины, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном. Все это хорошо, но вот горе, ни Флоберу с его пышными выражениями при описании этого чувства, ни Золя, ни мне самому, никогда не случалось влюбляться очень сильно, и поэтому мы не способны живописать любовь. Тургенев мог бы это сделать, но ему не достает той склонности к самоанализу, которая есть у нас и которая помогала бы нам, если бы мы были когда-нибудь столь же сильно влюблены, как был он. Вчера Тургенев пригласил Золя, Доде и меня на прощальный обед перед отъездом в Россию. Его тянет вернуться на родину труднообъяснимое чувство потерянности, чувство уже испытанное им в дни ранней юности, когда он плыл по Балтийскому морю на пароходе, со всех сторон окутанным пеленой тумана, и единственной его спутницей была обезьянка, прикованная цепью к палубе. И вот в ожидании других гостей он описывает мне ту жизнь, которая начнется для него через полтора месяца. Своё жилье, повара, умеющего готовить только одно блюдо, куриный бульон, свои беседы с соседями-крестьянами, которые он будет вести, сидя на низком чуть ли не вровень с землёй крылечке. Тонкий наблюдатель и искусный рассказчик Тургенев представляет в лицах все три поколения крестьян. Он изображает стариков с их несвязной речью, полной звучных восклицаний и ничего не значащих междометий и наречий, изображает поколения сыновей бойких говорунов и краснобаев, наконец, поколения внуков, молчаливых, уклончивых, в сдержанности которых чувствуется скрытая разрушительная сила. На моё замечание, что эти беседы должно быть скучны ему, он отвечает, что немало не скучны, что, напротив, можно только удивляться тому, как много узнаёшь от этих людей, тёмных, невежественных, но постоянно и сосредоточенно размышляющих в своём уединении. Год 1882. Понедельник, 6 марта. Сегодня снова, как в прежние времена, состоялся наш обед пяти, на котором уже не было Флобера, но опять присутствовали Тургенев, Золя, Доде и я. Душевные горести одних, физические страдания других наводят нас на разговор о смерти, и мы говорим о смерти вплоть до 11 часов, порой пытаясь уклониться в сторону, но неизменно возвращаясь к этой мрачной теме. Доде говорит, что мысль о смерти преследует его, отравляет ему жизнь. Всякий раз, когда он въезжает в новую квартиру, он невольно ищет глазами место, где будет стоять его гроб. Золя рассказывает, что когда в Медане скончалась его мать, лестница оказалась слишком узкой, так что гроб пришлось выносить через окно, и теперь всякий раз, как взгляд его падает на это окно, ему приходит на ум вопрос, кого в дальнейшем вынесут первым, его жену или его самого. Да, с того дня мысль о смерти подспудно таится в нашем мозгу, и очень часто у нас теперь в спальне горит ночник, очень часто ночью, глядя на жену, я чувствую, что она тоже не спит и думает об этом, но оба мы и вида не подаем, что думаем о смерти. Из стыдливости. Да, из какого-то чувства стыдливости. Страшная мысль. И в его глазах появляется ужас. Бывает, я ночью вскакиваю с постели и стою секунду-другую охваченный невыразимым страхом. А для меня, замечает Тургенев, это самая привычная мысль, но когда она приходит ко мне, я ее отвожу от себя вот так, и он делает еле заметное отстраняющее движение рукой, ибо в известном смысле славянский туман для нас благо. Он укрывает нас от логики мыслей, от необходимости идти до конца в выводах. У нас, когда от человека застигает метель, говорят «Не думайте о холоде, а то замерзнете». Ну и вот, благодаря туману, о котором шла речь славянин, в метель не думает о холоде, а у меня мысль о смерти сразу же тускнеет и исчезает. Четверг, 9 марта. Обед у Золя. Изысканный обед. Зеленый суп, лапланские оленьи языки, рыба по-провансальски, цесарка с трюфелями. Обед для гурманов, приправленный оригинальной беседой о самых вкусных вещах, какие только может подсказать воображение желудка. И под конец Тургенев обещает угостить нас русскими вальчнипами, лучшей дичью на свете. От пищи беседа переходит к винам, и Тургенев со своим неподражаемым искусством рассказчика изображает нам, словно живописец, легкими мазками, как на каком-то немецком постоялом дворе распивают бутылку необыкновенного рейнского вина. Сначала описание залы в глубине гостиницы, вдали от уличного шума и грохота экипажей. Потом приход степенного старого трактирщика, который явился сюда в качестве уважаемого свидетеля процедуры. Появление дочери трактирщика, похожей на Гретхен, с добродетельно красными руками, усеянными белыми пятнами, какие можно увидеть на руках всех немецких учительниц, и благоговейное откупоривание бутылки, от которой по всей зале распространяется запах фиалок. Словом, полная мизансцена этого события, рассказ, уснащенный теми подробностями, какие изыскивает наблюдательность поэта, и эта беседа и вкусная еда не вяжутся с прорывающимися время от времени сетованиями, жалобами на наше собачье ремесло, на то, как мало счастья и удовлетворения несет нам судьба, как глубоко равнодушны мы ко всякому успеху и как терзают нас всякие мелкие неприятности. Год 1883, вторник, 10 апреля. Обед заканчивается беседой о бедняге Тургеневе, которого Шарко считает безнадежным. Все говорят об этом своеобразном рассказчике, о его историях. Начало их как будто возникает в тумане и не сулит на первых порах ничего интересного, но потом, мало-помалу, они становятся такими увлекательными, такими волнующими, такими захватывающими, словно что-то красивое, нежное, медленно переходя из тени на свет, постепенно и последовательно оживает в своих самых мелких деталях. Среда, 25 апреля. Старина Тургенев, вот подлинный писатель. Недавно у него удалили кисту в животе, и он сказал Доде, навестившему его на днях, во время операции я думал о наших обедах и искал слова, которыми я мог бы вам точно передать ощущение стали, растекающей кожу и проникающей в тело. Так нож разрезает банан. В своем последнем дневнике Тургенев сделал такую запись после тяжелой и мучительной операции. В прошлое воскресенье, 2-го, 14-го января, так-таки вырезали у меня невром. Было очень больно, но я, воспользовавшись советом Канта, старался давать себе отчет в моих ощущениях и, к собственному изумлению, даже не пикнул и не шевельнулся. Литературное наследство, том 73, книга 1, страница 396. Пятница, 7 сентября. Богослужение у гроба Тургенева вызвало сегодня из парижских домов целый мирок, людей богатырского роста с расплывчатыми чертами лица, бородатых, как Бог-отец, подлинную Россию в миниатюре, о существовании которой в столице и не подозреваешь. На прошлой неделе, в пятницу, в Париже, в русской церкви совершалось заупокойное молебствие, которое надолго сохранится в памяти всех, кто на нем присутствовал. Отпевали Ивана Сергеевича Тургенева, одного из самых прекрасных, самых благородных людей на земле. Одной из самых волнующих сцен прощания с Иваном Сергеевичем Тургеневым было появление в церкви до начала службы группы русских нигилистов, возглавляемых Лавровым, в обычное время редко посещающих церкви, которые возложили на гроб писателя траурный венок с надписью «От русских эмигрантов в Париже». Перевод Хуцешвили. Из воспоминаний Рольстона. Лондонское издание, 1883 год, номер 2916, за 15 сентября. Там было также много женщин, русских, немок, англичанок, благоговейных и преданных читательниц, явившихся принести дань уважения великому и изящному романисту. Батист Фори. Воспоминания о Тургеневе. Воспоминания генерала Батиста Фори, 1853-1938 годы, были напечатаны в 1917 году в парижском журнале. Русский текст впервые опубликован в 1967 году в 76-м томе литературного наследства в переводе Леонтьевского, откуда и перепечатывается в настоящем издании с небольшими сокращениями. В момент, когда Россия и Франция сражаются вместе за дело цивилизации, я хотел бы на этих страницах возродить благородный облик одного из самых знаменитых представителей русской литературы. Имеется в виду Первая мировая война 1914-1918 годов. Тургенев был истинным другом нашей страны, где он поселился тотчас по окончании войны 1870 года и где оставался до самой смерти, став тем самым на сторону побежденных. И я надеюсь, что читатели не без интереса прочтут эти неизданные воспоминания о великом писателе, который сохранил в нашей стране крепкие и верные привязанности, и который, оставаясь русским до мозга костей, все же считал Францию своей второй родиной. В 1872 году гостиная госпожи Виардо была, несомненно, одним из самых интересных музыкальных центров Парижа. Известно, что госпожа Виардо, Полина Гарсия, была сестрой Малибран. На первый парижский концерт Виардо в 1838 году восторженно откликнулся Мюссе. Она стала женой выдающегося художественного критика Луи Виардо. Ее артистическая карьера была необычайно яркой. Она создала Пророка, Сафо и с огромным успехом воскресила Орфея и Альцеста. Она свободно говорила на шести языках, восхитительно рисовала и сочиняла очаровательную музыку. Ученица Листа и Шопена она изумительно играла на рояле. Это была во всех отношениях гениальная артистка. Примечание Батиста Фори. Тургенев посвятил специальную статью парижской постановки оперы Мейербера «Пророк», которая состоялась 10 января нового стиля 1850 года. Об исполнении Виардо Арии Фидес он писал «Виардо поет ее, как никто не певал до нее». Тургенев, сочинение, том 5, страница 351. Мейербер и Шарль Гуно были друзьями певицы. Партии Фидес и Сафо в одноименной опере были написаны композиторами специально для Полины Виардо. В 1877 году Виардо исполнила роль Альцесты в одноименной опере «Глюка». Полине Виардо принадлежит несколько портретных зарисовок Тургенева, выполненных карандашом и пером. Сохранился целый альбом рисунков, начатый ею в 1847 году. Есть в нем несколько рисунков, сделанных пером и карандашом, воспроизводящих известные картины, например, Гои. Остальное – зарисовки, сделанные дома в гостиной, перемежаемые искусными портретами гостей и домашних. Алексеев. По следам рукописи Ивана Сергеевича Тургенева во Франции. Русская литература. 1963 год. Номер 2. Страница 67. Вместе с Тургеневым, также прекрасным рисовальщиком, она увлекалась игрой в портреты. Часть из них выполнена ею. Литературное наследство. Том 73. Книга 1. Страницы. С 427 по 576. Среди лиц, которых можно было там встретить, необходимо особенно отметить Ивана Тургенева, являющегося, собственно говоря, членом семьи Виардо в течение тридцати лет. Я хорошо знал Тургеневым. Он проявлял ко мне большую симпатию, и за десять лет нашего знакомства я виделся с ним очень часто. Гостиная Полины Виардо была центром блестящего музыкального общества. Можно сказать, что в Европе не было знаменитого артиста, который не знал бы госпожу Виардо и не посещал бы ее, будучи проездом в Париже. Почти все музыкальные знаменитости мира прошли у меня там перед глазами. По словам Герцена, быть в доме у умной, блестящей, образованной Виардо значило разом перешагнуть пропасть, которая делит всякого туриста от парижского и лондонского общества. Быть у нее в доме значило быть в кругу артистов, литераторов. Былое и думы. Часть шестая. Герцен. Том одиннадцатый. Страницы сто семьдесят третье, сто семьдесят четвертая. Познакомился я с Тургеневым в 1872 году. Ему исполнилось тогда пятьдесят четыре года, но выглядел он гораздо старше. У него была внешность патриархального старца. Длинные седые волосы и совершенно седая борода обрамляли его лицо, окрашенное легким румянцем. Из-под густых бровей на вас мягко смотрели глубоко посаженные ярко-голубые глаза. Во всей его фигуре было что-то львиное. С первого взгляда он внушал почтение, но очень скоро его мягкость и очаровательная простота возвращали вам непринужденность. Все окружающие обожали его. С того момента, как я был представлен Тургеневу, он выказал ко мне особую приветливость, относившуюся прежде всего к солдату, которым я в то время был. Известно, что он был очень любознателен. Я же только что вернулся тогда с войны 1870 года, где воевал в чине унтер-офицера и еще находился под впечатлением страшных воспоминаний о событиях, свидетелем которых мне пришлось быть. Он часто наводил разговор на эту тему, а я, со своей стороны, охотно развивал ее и без его поощрений. Он внимательно слушал то, что я рассказывал. Очевидно, для такого наблюдателя, как он, впечатление молодого человека, его стремление, его взгляды на будущее, все было интересно. В окружении Виардо я был единственным военным. Сам же он очень любил рассуждать на военные темы. Изучив у Тьера все походы Наполеона, он знал их досконально и часто говорил со мною о них. Таким образом, мы находили общий язык. С другой стороны, ему нравилась моя страсть к музыке, так же как и склонность к изучению живых языков. «Вам следовало бы изучить русский язык», — сказал он мне однажды. И, видя, что я смотрю на него несколько испуганной перспективой взяться за изучение языка, считавшегося и заслуженно трудным, Тургенев настаивал. «Попробуйте, и вы, безусловно, справитесь. Наш язык мало известен, но он очень богат. Поверьте, вы будете рады узнать его». «Не забывайте», — добавил он в заключение, — «что изучить новый язык значит обрести новую душу». Следуя этим советам, я поступил в школу живых восточных языков, где преподавателем русского языка был тогда Луи Леже, человек, который, по словам Тургенева, знал лучше всех не только славянские языки, но и их диалекты. Я стал студентом и по окончании четырехлетнего курса получил аттестат переводчика. Тогда-то Тургенев и подарил мне большинство своих произведений, которые я получил возможность прочитать и оценить в оригинале. Тургенева обычно представляют себе исполненным добродушие и юмора, наивности и простоты. Что он был и прост, и добродушен, в этом не может быть никакого сомнения. Но он часто бывал насмешлив, и его истинная благожелательность не была лишена некоторой язвительности. Говорят, в юности он был очень вспыльчив, с возрастом он стал сдержаннее и утверждал, что вот уже много лет, как он ни разу не вспылил. Среди постоянных гостей Виардо изредка появлялся Флобер, которого Тургенев очень любил, хотя они были, как нельзя, более не похожи друг на друга. Один — сдержанный, мягкий, тонкий, изысканный, другой — простоватого облика, с речью, часто грубоватый, с зычным голосом, раздававшимся из-под его усов гальского воина, как говорил Мопассан. Однажды, во время музыкального вечера, Флобер особенно раздражал меня. Играли, я помню это совершенно точно, чудесный квинтет Шумана. Во все время исполнения квинтета Флобер кружил вокруг накрытого стола и потаскивал с тарелочки, приготовленные к чаю печенье. В ту пору я был убежден, что люди, не любящие музыки, бесчувственные люди. С молоду наши суждения так резки. Для меня это равнодушие Флобера к чудесной музыке доказывало полное отсутствие сердца. Нет нужды добавлять, что жизненный опыт заставил меня изменить это мнение. Эта близость Тургенева и Флобера объяснялась, я полагаю, не столько сходством их литературных вкусов, сколько общим культом поэзии, присущим им обоим отвращением к мещанству и презрением к расчетливости молодых. Тургенев был также очень близок с Доде. Он часто говорил мне о нем с восхищением. Впервые он прочитал Доде в России, и вот при каких обстоятельствах. Он остановился на железнодорожной станции, где ему нужно было сделать пересадку. Продавщица газет на вокзале, узнав Тургенева, предложила ему томик Доде с портретом автора на обложке, восхитившим ее своей тонкостью и интеллигентностью. Тургенев купил книжку, кажется, это был малыш, и пришел в восторг. По приезде в Париж он познакомился с Доде у Флобера, и затем постоянно встречался с ним на обедах маньи. Позднее он был принят в семье Доде как свой, а во время отъезда вписал ему самые сердечные письма. Поэтому, когда после смерти Тургенева появились мемуары одного из его секретарей, я был немало удивлен, зная, как он ценил Доде, недоброжелательностью приписываемых ему отзывов. Имеется в виду французское издание воспоминаний Павловского, 1877 год. Доде был очень огорчен ими и горько сетовал на них в конце своей книги «Тридцать лет парижской жизни». Мне трудно верить в существование этих высказываний Тургенева. Как? Принятый в интимный круг семьи Доде, где к нему относились как к другу, он за спиной мог поносить Доде, называя его хитрым южанином, фальшивым добряком, ничтожеством? Все это противоречит чрезвычайно благожелательным суждениям, которые я сам не раз слышал от него в отношении Доде. По-моему, эти толки, их, впрочем, многие оспаривали, не следовало делать достоянием гласности. Порой я встречал в доме Виардо Ренана, больше дружившего, как мне кажется, с самим Виардо, чем с Тургеневым. На музыкальных вечерах он появлялся редко. Кто бы мог заподозрить при виде этого небрежно одетого толстяка с грязными ногтями, с крупной, склоненной к плечу головой, с небольшими искрящимися умом глазами, что видит перед собой одного из крупнейших писателей, которым гордится французская литература. Однажды, когда Тургенев лежал с приступом подагры, я пошел его навестить. Я застал у него Эмиля Ожье, которого знал раньше, нередко встречаясь с ним в Круасси, у его племянника Поля де Руледа. Внешностью Ожье, с его широкими плечами и бурбонским носом, был удивительно похож на Франциска I. Беседа его была обворожительно, полна воодушевления, блистала остроумием. В вопросах музыки Ожье не сходился с Тургеневым. Я говорил, он без ума от музыки Оффенбаха. Такая ясность, такая веселость, все такое французское. Мое понимание музыки дальше его не идет. В тот день, когда я у Тургенева встретил Ожье, он рассказал нам, что у него был спор со скульптором, высекавшим его бюст. Кажется, это был Шеннверк. Художник хотел во что бы то ни стало сохранить в мраморе большую бородавку, которая была у Ожье возле глаза, у самого носа. А что мне сходство, возражал Ожье своим резким голосом, удивительно напоминавшим голос его друга Го. Я хочу, чтобы он сделал меня красивее. И Ожье сыпал самыми тонкими своими остротами в адрес художников, желавших подражать природе, вместо того, чтобы ее истолковывать. «Взгляните», — говорил он нам, — «на бюст Ро Тру в Фойе комедии францесс». Когда его заказали знаменитому кофеере, почти через сто лет после смерти Ро Тру, тот не располагал никакими данными о Ро Тру. Что же он сделал? Он встретил на улице великолепного грузчика, сговорился с ним, тот ему позировал. И с этой-то модели был высечен бюст, являющийся шедевром. «Признайтесь», — прибавил Ожье в виде заключения, что «если Ро Тру и не был похож на этот бюст, что вполне вероятно, ну что ж, тем хуже для Ро Тру». Когда Тургенев что-нибудь рассказывал, он начинал запинаясь, затем речь его мало-помалу крепла, становилась свободной, прояснялась, как после рассеявшегося тумана, и это было просто прелестно. Я горячо сожалею о том, что не сохранил следа всех наших бесед. Как-то вечером он рассказал нам в кругу семьи Виардо, что однажды в России он был на охоте, и ему случилось найти приют в заброшенном сарае. Расположившись самоваром на берегу реки, он подкрепился молоком, хлебом, картофелем, испеченным в золе, а затем забрался по лестнице на огромный сток сена. Он рассказал нам об испытанном им тогда упоении. Лежа на спине, под усеянным звездами небом, он почувствовал, как его охватывает сладкая и таинственная теплота. О, как бы мне хотелось передать ту поэтичность, с какой Тургенев передавал нам такую простую историю. Это было восхитительно. Другой его рассказ был записан мною тогда же. Вот он в нескольких словах. Вы увидите, как очарователен и остроумен его сюжет. Однажды у Господа Бога явилась мысль устроить большой пир на небесах. Все добродетели были приглашены, явились и большие, и маленькие. Можно представить себе, как очарователен был этот вечер, раз сами ангелы исполняли чудеснейшую музыку. Господь Бог был в восторге, видя, как веселятся его гости. Вдруг он заметил в углу две большие добродетели, которые смотрели друг на друга, как лица совершенно незнакомые. Господь Бог сразу понял. Он подошел к этим добродетелям и, взяв каждую за руку, представил их друг другу. Благодарность назвал он одну, благодетельность прибавил он о другой. Обе эти большие добродетели раскланились, удивленно глядя друг на друга. Впервые с тех пор, как мир существует, а существует он давно, встретились благодетельность и благодарность. И то для этого потребовалось, чтобы у Господа Бога явилась мысль созвать их в небесах на большой пир. Не очаровательно ли в самом деле эта притча? Фори передает содержание будущего стихотворения в прозе Тургенева «Пир у верховного существа». У Тургенева никогда не было своей семьи. Сожалел ли он об этом? Не думаю. Я слышал, что у него была внебрачная дочь от Крепостной, с которой он сблизился в России, но я ее никогда не видел, и ее мало кто знал. В сущности, он обрел домашний очаг в семье Виардо, где все – муж, жена, дети – обожали его. Писатель и любитель живописи Тургенев нашел в своем старом друге Виардо, собрата по литературе и тонкого художественного критика. Большой любитель музыки он и мечтать не мог о более интересной среде, поскольку все члены семьи были артистами, и артистами выдающимися. Одно из чудеснейших моих воспоминаний относится к дню, проведенному с ним в Ясенях. Мы заговорились в гостиной его дома. Мало-помалу спустилась ночь. Тургенев попросил госпожу Виардо сесть за рояль, и она охотно согласилась. Мы сидели в сумерках, а окна, выходившие в огромный парк, залитые ярким лунным светом, были открыты. Не зная устали, великая артистка играла нам ноктюрные этюды Шопена, а затем дивную лунную сонату Бетховена. Все это исполнялось с прелестной поэтичностью. Мы были поистине очарованы. Незабываемые часы. Можно полагать, что в такой среде Тургенев не жалел о том, что живет во Франции, хотя изредка и выражал сожаление, что находится вдали от России, так же, как Гейна сожалел, что живет вдали от Германии. Во Франции он привлекал широкую публику своей внешностью богатыря и русским происхождением, а людей, просвещенных, своими произведениями и знанием нашего языка, которым он владел безукоризненно. Наконец, после 1870 года ему были благодарны за то, что он стал на нашу сторону, тогда как его соотечественники, особенно русское правительство, приветствовали немецкие победы. Таков был Тургенев. Человек тончайшей души, чувствительнейшего сердца, в глубине души меланхолик и вечный мечтатель, а в общем, один из самых пленительных людей, с какими я только встречался. А теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о Тургеневе писателе. Как воспринимали Тургенева во Франции и в России? У нас, в сущности, он никогда не был по-настоящему популярен, да это и понятно, его обаяние частично заключается в его стиле, а оценить это можно, лишь читая по-русски. Все же в литературных кругах о нем были очень высокого мнения. «Что за человечище этот скиф», писал Флобер, Жорж Сант. Гизо, Мереме, Сант, Тен, восхищались им. Тен писал о Тургеневе Брандесу. «Можно всех немцев вступи истолочь, и все равно не добудешь капли его дарования». Короче говоря, во Франции Тургенев был более известен, чем читаем, по крайней мере, в широкой публике. В России его сочинения вызывали сильный отголосок благодаря не только таланту писателя, но и избираемым им темам. Было бы очень сложно, хотя и очень интересно, изучить причины его влияния. Кажется, некоторые русские находили, что хотя Тургенев и наносил крепкие удары, но порой не в попад. Я, как иностранец, могу только воздержаться от суждения в этом вопросе. Русская душа так сложна. Читая Тургенева, я часто задавался вопросом, каким образом в России такая нищета и такие противоречия могли сочетаться с подобным величием. В действительности у Тургенева среди соотечественников было много почитателей, но также и много врагов. Он чувствовал себя в некоторых отношениях непонятым и страдал от этого. Его роман «Отцы и дети» поссорил его и с отцами, и с детьми. Его упрекали в том, что он оказал услугу ретроградам. Революционер Герцен был почти единственным, кто защищал его, разъясняя характер нигилиста Базарова. Русская молодежь упрекала Тургенева в том, что он изображал ее одновременно и дикой, и развращенной. Как бы то ни было, никогда не бывало, чтобы, съездив в Россию, он не вернулся оттуда опечаленным. Даже родной дом больше не привлекал его. Однажды по его возвращении я заметил ему, что все мужики должно быть рады его видеть каждый раз, когда он приезжает в Спасское. «Надеюсь», — грустно ответил он мне, «во всяком случае, они этим пользуются, чтобы выуживать из меня деньги до последнего гроша». В предотъездные дни дом мой бывает наводнен калеками, нищими, лентяями со всей округи. Настоящий двор чудес. Но однажды, это было в 1881 году, Тургенев возвратился очень утешенным. Он ездил на открытие памятника Пушкину и стал там предметом бесконечных оваций, особенно со стороны молодежи, с которой долгое время был в ссоре. Однако почти тотчас же он испытал неприятности, когда открыл в России подписку на памятник, который собирались воздвигнуть Флоберу в Руане. Его упрекали за то, что он не подумал о Гоголе, памятника которому тогда еще не было. Его поносили в газетах, и это очень его огорчало. Хотя Тургенев выглядел колоссом, здоровье его было слабо. Он был подвержен частым приступам подагры, причинявшим ему тяжкие страдания. Кроме того, с 1880 года у него появились острые боли в спине. «Доктора», — говорил он мне, «ничего не понимают в этом». Установили диагноз «грудная жаба». Он все же продолжал работать, когда болезнь давала ему передышку. Именно в эту мучительную пору Тургенев писал со своего смертного адра Толстому, заклиная его «не отказываться от литературы». Муки его, вызванные раком спинного мозга, стали так невыносимы, что он хотел повеситься или выброситься из окна. Последние месяцы его жизни были сплошной пыткой. 3 сентября 1883 года он, наконец, скончался. Ему было 65 лет. Смерть была для него настоящим избавлением. Прах Тургенева был перевезен на Восточный вокзал, где Абу и Ренан от имени Франции и ее писателей произнесли прощальные речи. В Петербурге его похороны были торжественными. Соотечественники воздвигли ему памятник. Я уверен, что если бы его самого спросили, он присоединился бы к мысли Абу, который предлагал установить Тургеневу простую стелу, увенчанную разорванной цепью в память участия, которое он принял в деле освобождения крестьян своими сочинениями. «Все, что я хотел бы пожелать для своей могилы, говорил он, это чтобы на ней были выгравированы слова о том, что моя книга «Записки охотника» послужило делу освобождения крестьян». Рассказывают, что, освобождая крепостных, Александр Второй просил передать Тургеневу «Записки охотника сыграли большую роль в моем решении. Эти слова должны были глубоко тронуть его». Так, вероятно, оценят и потомки его творчества, его значения и его влияния. «Дорогой Тургенев, среди тех, кого я встречал на своем пути, никто не оставил по себе воспоминания столь обаятельного и столь глубокого. Вы были одновременно и великим, и добрым. Ум и сердце были в вас равны. И так как подобное сочетание встречается бесконечно редко, я с волнением, благодарностью и глубоким уважением отдаю дань вашей памяти». Поль Виардо из воспоминаний артиста Поль Виардо 1857-1941 годы сын Полины Виардо Гарсия талантливый скрипач-виртуоз с успехом концертировавший 80-е годы во Франции, Германии, Испании, России. Тургенев, считая Поля одаренным музыкантом, содействовал в его популярности, заботился о появлении и рецензии и тому подобном. Но отношения их не были близкими. Тургенева отталкивали малосимпатичные черты характера Поля Виардо, самонадеянность, тщеславие. «Поль очень дерзок, порою несносен, но из него вырабатывается большой скрипач», замечал Тургенев в письме к Пичу от 4 апреля нового стиля 1873 года. Тургенев, письма, том 10, страницы 85 и 385. Воспоминания Поля Виардо воссоздают артистическую атмосферу, в которой жил Тургенев. Мемуарист рассказывает о жизни семьи Виардо в Лондоне, почти не освещенной в других воспоминаниях современников. На русском языке воспоминания были опубликованы в новом времени 1906 год приложением номера 10991, 10994, 1001, 11033 от 18, 21, 28 ноября и 29 декабря печатаются по журнальной публикации. Жизнь моя очень подвижная и разнообразная как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя. Самые первые мои годы оставили у меня в памяти лишь смутный образ старинного маленького замка с башенками, окруженного рвами, заросшими травой, среди которой копошились лягушки, замка Куртовнель в департаменте Сена и Марна, где я родился. А дом наш вечно был полон гостями. Близок был Париж. Одни приезжали провести день, другие оставались на несколько месяцев. Берлиоз приезжал к нам работать с моей матерью, которая оказывала ему большую услугу, исправляя его басы. Как ни странно может это показаться, но этот гениальный композитор был положительно лишен чувства баса. Взятие трои и троянцы были от начала до конца просмотрены моей матерью, пользовавшейся, в свою очередь, присутствием композитора, чтобы пройти с ним Орфея и Альцесту, роли так бесподобно исполнявшиеся ею в лирическом театре и в опере. Гуно был также нашим постоянным гостем. Моя мать заинтересовалась молодым человеком и познакомила его с большим кругом нашей семьи Эмилем Ожье, который написал для него либретто Сафо. Это произведение было написано в Куртовнеле, где Гуно, удрученный смертью своего любимого брата, нашел себе гостеприимный приют вместе со своей слепой матерью. Тургенев оставался другом моих родителей до самой смерти, его сочинения были переведены моим отцом. Художник Делакруа и Жюль Симон приезжали без предупреждений и всегда были дорогими гостями. Дезире Арто, в то время еще совсем молодая девушка, занималась пением. Ее представили моей матери в надежде, что та сумеет отговорить ее от театральной карьеры, так как семья ее не признавала за нею никаких способностей. Но мать моя была другого мнения. Наперекор желанию родителей она согласилась давать уроки молодой девушке, сделавшейся впоследствии одной из певиц своего времени. Мои первые зимы в Париже не оставили во мне отчетливых воспоминаний. Смутно припоминаю я серьезную болезнь, воспаление легких, которая едва не унесла меня. Моя мать пела тогда Орфея в лирическом театре. Лечившие меня доктора не позволили ей бросить сцену. Вы принадлежите публике, говорили они, как мы принадлежим больным, и она пела «Я потерял Эвридику, плача часто неподдельными слезами», и хористы, наряженные чертями, спрашивали о здоровье маленького, потрясая своими факелами. Успех моей матери в Орфее был, как известно, грандиозен и даже свихнул несколько умов. Одна молодая девушка, присутствовавшая на нескольких представлениях, буквально влюбилась в прекрасного поэта с челом, осененным лаврами, с длинными темными локонами, падающими на красиво задрапированный пеплум и с прелестнейшими руками в мире. Родители молодой особы приехали к моей матери спросить ее совета. Было решено представить героиню этой причудливой страсти не Орфею ее мечтаний, а самой мадам Вярдо. В назначный час моя мать одела старое домашнее платье, не тронула своих попильоток и в таком наряде вошла в гостиную. Лекарство подействовало великолепно, иллюзии потонули в сильном припадке слез и рыданий, и огорченная девушка вернулась на путь действительности. Баден сделался моей второй родиной. Вид гор смолистый запах елей разбудили мои первые ощущения. Всем известно, какую важную роль играл этот маленький город в конце Второй империи. Рулетка и живописные места для прогулок сделали его городом роскоши и удовольствия. Весь Париж сливался там со всею Веною и всем Петербургом. Свет и полусвет были там представлены как нельзя более блестящим образом. Баден не был, однако, исключительно городом рулетки и веселья. Он был также излюбленным местом свиданий венценосцев, приезжавших туда запросто отдохнуть от утомительного этикета. Баден, Германия. Все это казалось так незначительно, так похоже на переточное государство с игрушечными солдатами, чрезмерно услужливую челядью и титулами баронов, графов и даже князей, смотря по величине суммы, полученной на чай. Наша вилла сделалась центром интеллигенции и артистического мира. Воскресные музыкальные собрания считались величайшую приманку сезона. Многие высокопоставленные лица не останавливались перед унижениями, зачастую бесполезными, чтобы получить приглашение на эти утра. Я хорошо помню красивый музыкальный дом, устроенный в саду, зал со стенами украшенными прекрасную коллекцию старинных картин, составляющих радость и гордость моего отца, в глубине возвышался прелестный орган. По воскресеньям этот зал наполнялся толпой приглашенных, из которых каждый представлял видную величину. Королева Августа являлась всегда очень пунктуальна, иногда раньше всех, в сопровождении своей дочери, герцогини и фрейлины. Король, хотя и не особенный любитель музыки, тоже заходил по временам, но предпочитал держаться ближе к выходу, одним жестом, останавливая всякие попытки особого к нему внимания. Наши царственные гости часто приводили с собой какое-нибудь новое лицо, не спрашивая на то разрешение, невозможно было отказать в приеме старому королю Бельгии, Леопольду I, королю Голландии, большому любителю музыки. Мой дебют начинающего скрипача состоялся на одном из этих утренних собраний. Совсем еще маленький, одаренный безграничную смелостью, свойственную только детям, я очень забавлял большого усатого господина с необыкновенно светлыми глазами, который сжимал мои детские пальцы в своих громадных могучих руках. Это был граф Бисмарк. Артисты, приглашенные в Баден, все спрашивали позволения показаться перед этой избранной аудиторией. Я помню, как я слушал Патти в самом начале ее славы, Гордоне, Лукку, Дезире, Арто и других. Несколько раз приезжал Вагнер. Моя мать познакомилась с ним еще в Париже, когда в одно прекрасное утро он явился к ней снабженной рекомендацией Мейербера. Сев Зорояль, он проиграл несколько мелодий своего сочинения, при этом он испускал такие рычания и аккомпанировал себе так шумно, что положительно не было возможности понять что-либо. Однажды он явился неожиданно и объявил моей матери, что пригласил к нам на завтра двух дам прослушать второй акт Тристана, который, разумеется, еще не был переведен на французский язык. Одна только моя мать могла спеть эту роль, так как она была единственная певица в Париже, способная петь по-немецки. Она сделала почти чудо, выучив второй акт в один день и спела его с Вагнером, что увеличивало трудность положения ввиду безграничной причудливости его аккомпанемента. Две приглашенные дамы оказались, одна графиню Вертгеймштейн, бывшую близким другом Листа, другая графиню Калержи, племянницу знаменитого Несельроды. Моя мать, у которой был целый питомник учениц разных национальностей, приучила их к публике, заставляя петь иногда, и это трое молодых девушек, веселых и большую частью красивых, придавал нашим собраниям обаяние молодости свежести. Для этих-то учениц моя мать в своей неустанной деятельности сочинила несколько опереток на тексты, написанные Тургеневым, нарочно для этой цели, и даже удостоившихся постановки в Вейморе и в Карлсруе. Эти представления долгое время давались в вилле Тургенево, более удобной, чем наши. Наши дома отделялись только садами. Впоследствии мой отец пристроил настоящий театр, отлично устроенный, но стоивший очень дорого. Но он служил мало, так как война 1870 года сразу положила конец нашему пребыванию в Германии. Из актеров мужского персонала нас было только двое Тургенев и я. Для меня писались роли, подходящие к моему росту. перлеменен, великан, превратившийся в карлика или кокосовый орешек, негритенок по шее и так далее. Все мои роли были с пением, потому что у меня был хороший детский голосок. Остальные роли поручались моим сестрам и вышеупомянутой международной труппе будущих артисток. Некоторые из них сделались впоследствии знаменитыми певицами. Какие были веселые репетиции, какие взрывы хохота всей этой молодежи, когда я первый раз пробовал мою арию с руладами. О бесконечной тревоге и деятельность пчелиного улья, когда дело шло о костюмах. О постановке балета, которой занимался у нас учитель танцев театров Карлсруя, и метал грома и молнии на тяжеловесность швейцарок, неловкость шведок, медлительность немок, болтливость француженок и, наконец, волнение первых представлений. Король Вильгельм смеялся до слез политическим намеком, которыми Тургенев пересыпал свой текст. Моя мать аккомпанировала на рояле, смотрела за всем, бегала во время антрактов за кулисы, чтобы пришить одно, приколоть другое. После представления волчьему аппетиту исполнителей предлагался ужин, неизменно состоявший из холодной говядины и салата из картофеля. Ужин устраивался у нас так, что надо было пройти через оба сада, и эти ночные процессии в костюмах были также одной из интересных сторон тех достопамятных вечеров. Затем наступала зима, городские птицы переселялись, лихтентальская аллея покрывалась сухими листьями, затем идут мои первые годы лицея в Карлсруе, заключение в пансион, разлука с родным домом, потом вакансии, веселье возобновившейся летней жизни и, наконец, печальный и страшный год, страшный даже для ребенка, которому все время приходилось видеть поезда с ранеными и с пленными, набитыми как скотины. С каждым днем их было все больше и больше, в то время как, хотя отдаленно, но отчетливо слышались выстрелы пушек, посланных добродушным Вильгельмом и графом Бисмарком разгромить несчастный Страсбург. Зима 1870-71 года оставила в моих детских воспоминаниях впечатления болезненного страха. Переход от веселой, шумной и блестящей жизни к печальному и жалкому существованию сбивал меня с толку. Праздники в Бадене, солнце, охота, потом вдруг война, глухие раскаты пушек, бегство в Лондон, мрачный дом на Девонширской площади, желтый туман, газовые фонари, мигающие среди дня похожего на ночь, холодная сырость, молчаливые обеды, прерываемые шумом поспешных шагов и криками газетчиков, возвещающих все время о германских победах. Печальное время. Изгнание могло затянуться, и потому меня поместили полупансионером в учебное заведение, находившееся поблизости. Когда я вернулся домой, музыка вступила в свои права. Я работал над скрипку с Штраусом. По четвергам вечером у нас дома бывали большие собрания. Гостиная моих родителей сделалась центром маленькой колонии жертв войны. Лондон стал пристанищем всех изгнанников, всех тех, кто, потеряв свое положение, старался теперь устраиваться как-нибудь по-новому. Моя мать мужественно принялась давать уроки, и благодаря ее громкому имени ученицы нахлынули потоком. Гуно приносил на наши четверги орел гения и обаяния своей личности. У него был небольшой голос с несколько сухим тембром, но ни один певец не умел взволновать так, как он. Мошелис, Луи Блан, Стэнли, Диккенс и другие были частыми гостями на Деванширской площади. И, несмотря на все это, беспокойная тоска туманила все умы. Во Франции события следовали одно за другим с ужасающей скоростью, приводившей трепет даже английское спокойствие. Война уступила место коммуне, когда стих этот новый ураган, спокойствие восстановилось мало-помалу, и колония рассеялась в поисках за исчезнувшими состояниями и разрушенными стенами. Как только наш хоум, домашний очаг, был снова устроен в Париже, картины повешены и орган поставлен на месте, наши двери распахнулись для знакомых и почитателей моей матери. Приемы на улице Де были просты. Чай и пирожное заменяли пышные открытые буфеты с шампанским, какие мы видим теперь неизменно на всех больших вечерах, но зато слушали прекрасную музыку, и ни один альманах Готта не мог бы перечислить столько имен знаменитых талантам, если не рождением составлявших аудиторию этих четвергов. Я помню их Ренан, Эмиль Ожье, Жюль Симон, Флобер, Эжен Пелетан, Де Шанель, Отец и Сын, Флоке, Мадам Адан, Гуно, Сен Санс, все художники, все знаменитости того времени, за ей жертисты, Рубинштейны, Винявский, Давыдов, Сарасате считали счастьем участвовать в этих музыкальных собраниях, которые мать моя заканчивала величественными звуками глюка, или Шумана, или же пробую каких-либо новых произведений. То были прекрасные артистические вечера, подобных которым я не встречал никогда. У нас были также приемы по воскресеньям вечером, но эти собрания сильно отличались от четвергов, посвященных серьезному искусству. Половина большой гостиной превращалась в сцену, столовая в уборную и раздавалась импровизированная увертюра, предшествовавшая шарадом, самым шутовским, самым неслыханным. Наш родственник, географ Польжоан, Сен-Санс и Тургенев были неизменными исполнителями первых ролей. Вот образчик нашей фантазии. Сцена представляет амфитеатр медицинской школы. Студенты, между которыми находится молодая студентка-англичанка Польжоан, окружают профессора Тургенева. На анатомический стол кладут голый труп, Сен-Санс облаченный в розовую фланель. Лекция анатомии. Профессор определяет, что пациент умер от назита или чрезмерного разращения носом. Он собирается уже пронзить его громадным ножом, как вдруг мертвец поднимается. Общий ужас, все бегут, за исключением студентки-англичанки, которая падает в обморок и приходит в чувство в объятиях лжепокойника. Все объясняется. Влюбленный прибегнул к этой хитрости, чтобы приблизиться к своей возлюбленной. Наступает ночь, то есть убавляются лампы, следует финальный любовный дуэт, и занавес медленно опускается над обнявшуюся парой, освещенной белой фаянсовой тарелкой, которую я, главный машинист, постепенно поднимаю над ширмой вместо луны. и луны. хорь. И луны. луна. Я луна. Продолжение следует...